12 UX-трендов 2018 года. Подробности чипокалипсиса. Почему палитра современных фильмов оранжево-синяя? Почему палитра современных фильмов погнали? На самом деле я это каждый раз из башки придумываю, и вот каждый раз бред-бредой предыдущего получается. Всем привет, с вами проект UwebDesign, подкаст «Суровый веб». Меня зовут Александр Гончаров. А меня Никита Тарасов. В эфире выпуск номер 152. Сегодня у нас уже 8 января 2018 года, и на часах без 10.10 по Челябинску. В детское время практически записываем. Да, то есть, понимаешь, во-первых, детское время. Во-вторых, практически Рождество сегодня. Ну почти, можно сказать, что уже прошло, но почти еще теплится Рождество. То есть у нас сегодня такой, знаешь, очень добрый подкаст. Вот прям добро. Ранний такой, хорошенький. Выйдет, горяченький. Еще только все на работу пошли. И тут сразу бабишь сейчас сразу, представляешь? Да, да, сразу ворвется. А еще с работы все приходят, а пледики еще клетчатые, не убранные. Еще у каминчика можно посидеть, послушать, посмотреть. Вообще, прям вот я даже тебе бы сказал, немного инсайдерской информации, что в декабре нас беспрецедентно мало слушало и смотрело. У всех хлопоты были, все закрывали какие-то проекты, видимо, в конце года. Как ты считаешь? Думаешь это? Я просто думаю, какой еще может быть какая-нибудь причина, знаешь, ну, например, типа, все наши слушатели... Владимир Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах в декабре как раз. Все сразу начали смотреть его вообще. Программу «Время» начали вечером смотреть. НТВ, Россию-1 вместо наших подкастов. А вдруг, наоборот, на площади начали выходить и перестали с... Ну почему на площадях можно в уши наш подкаст слушать, понимаешь? Ну там... Например, я просто еще более бредовый бред придумал, что, например, все наши слушатели и зрители почему меньше стали слушать? Потому что они все подрабатывают Дедами Морозами. И они разносят подарки. И с Негурочками даже некоторые слушатели подрабатывают. Это те, которые выходили на площадях, а не с Негурочками. Ну, в принципе, может быть, да. Знаешь, время корпоратов нам напишут прямо именно вот с этим словом «корпорат». И потому что все на них просто... Чек с ником Верка Сердючка, да? Вот да. Именно так. И чек с ником Иван Ургант. Потому что только эти два человека зарабатывают на корпорат. И лепс еще иногда. Но лепс только в одну новогоднюю ночь, а они-то прям вот неделю до, неделю после, что называется. Миша, только юный бабич на столе. Я, кстати, тут недавно... Ты все к бабичу меня, а я не могу. Я не разговаривал с нашими слушателями уже две недели, у меня понос словесный начался. Я тут недавно иду в перекрестке, и там лепс водку рекламирует. Сам? Да. То есть там он именно своим голосом говорит... Вот, говорит, типа вообще вот... Спрашивают вообще, какая вот водка. И вот для меня водка это беленькая. Просто говорит. И начинает там и только... И все. И как бы вот именно такая... И потом он пропевает вот припев. Причем даже не припев, а первую строчку, что только рюк, водки, т-т-т. И потом он... Вот спасибо практически всем посетителям перекрестка. Вот такой вот бред. Слушай, может быть мы такое же запишем, только про ювеб-дизайн что-нибудь? И там бабич будет. Все тебя склоняют к бабичу, понимаешь? Как интиму. Ну ладно, ладно, все. Придется, придется. Кстати, Алекс Кишак, Кишак, он кишит, кишмя скорее всего, когда комментирует нам. Он нам пишет. Привет, чуваки, смотрю ваши подкасты уже довольно долго, все классно, очень нравится. Тут, в общем, бабич подкатил. Видимо, к нему подкатил. К нему. Он не устоял и темку нам в подкаст предложил. И кроме этого еще он пишет. Еще очень классная статейка про стратегию. И, видимо, упоровшись, добавляет то же самое про бабича. Потому что бабич подкатил уже. Я, если честно, думал, что это я, что-то у меня с глазами не то. А это, оказывается, одна и та же ссылка. Я, если честно, даже посмотрел в Сурсы. Вдруг Алекс Кишак как-то, знаешь, бывает, тег А открыли, ссылку положили, и наши слушатели какие-нибудь. И уже как бы вот не это, не закрыли, и поэтому ссылка потерялась. Нет, на полном серьезе. Два раза одну и ту же ссылку предложил. И, ну, мы всем полезно послушать и вам почитать. С Новым Годом. То есть так вот... А вдруг он на тебе эту ссылку прямо тебе в Intel чипсет засунул? Ну, ты понимаешь, там же как бы уязвимость. Стопудово, да. И теперь только другие процессы, которые у меня запущены на компьютере, они узнали эту ссылку, но не я. Ладно, открываем бабича. А чтобы вы понимали, статья не на бабич.биз, как мы привыкли в этом подкасте, а на uxplanet.org. И этому есть объяснение. Знаешь, какое? У Ника Бабича теперь подпись Editor-in-Chief of uxplanet. Он стал теперь главным редактором uxplanet.org. Поднял под себя прям. Как вообще он это смог сделать? Я не понимаю. То есть это он наверняка выпивал в бане с кем-то из uxplanet. Ну, он давно уже публикуется на этом блоге. И то ли просто он узурпировал власть по Дарту Сидиусу, то ли убил во сне предыдущего редактора. uxplanet опять же по Дарту Сидиусу, я не знаю. Но никаких мирных способов отжать этот блог я не вижу. Это медиумно. Ты имеешь в виду, он теперь Дарт Бабич, возможно? Сто пудово. Дарт Бабич. Короче, у него здесь привлекающая картиночка iPhone X. Все любят iPhone X. Хотя не все, как мы знаем по интернету. Там экран говной, вообще он весь хреновый. Но вот все любят iPhone X. И 12 мобильных трендов. Как ты любишь мобильных? Он уже прям в заголовок это вынес, и он, не упираясь, будет об этом говорить. Погнали. Я, кстати, как-то что-то у меня получилось. У меня до этого часто тупил Safari. Я на медиум на подобных блогах не мог залогиниться нормально и хлопать в ладоши. А теперь я вот все статьи, которые мне нравятся, я прям по 50 хлопков выдаю, как на духу. Так может ладоши просто на флешивале написано, на устаившей технологии. Не знаю, реально, но... Нет, у меня даже ладно ладоши, до ладоши не доходило. Я когда сайн-ин жал, у меня было кольцо редиректов, которое меня туда же приводило, но не сайн-инило. То ли я сейчас на твиттере, а тут на медиуме можно через твиттер зайти, поскольку это бывший проект твиттера. То ли у меня на твиттере было как-то неправильно зайдено. Ну, короче, теперь все круто. Бабич получил свои 50 хлопочков, а мы рассматриваем, собственно, тему. Он говорит, вот вещи вообще слишком быстро двигаются в вселенной мобильных приложений, и надо вот, чтобы быть успешным UX-дизайнером, держать нос по ветру, он говорит. Вот, говорит, я вам списочек накропал. Что вообще будет в 2018 году? А, скорее всего, и после даже 18-го. Он прям вот замахивается на то, что он ник бабанга. Ну, в Англии я хотел сказать бабанга. Ник бабушка. Вот, да. Первое. Нужно упростить путешествие пользователя по приложению. Все, говорит, должно быть линейно. Не надо, чтобы пользователь заходил в приложение, его сразу овервелмило, обескураживало, как в третьем Ведьмаке, наличие, так скажем, изобилия возможностей. Нужно его аккуратненько провести по линии возможностей, чтобы он вот более или менее освоился и так далее. Ну, и здесь он показывает, что вот в Uber все, дескать, сейчас очень просто. Я вот помню, когда они ввели вот это изменение в Uber, когда все стало очень просто, меня это стало бесить. Потому что, реально, я не мог там уже ничего кастомизировать. Я уже мог только поехать куда-то и все. Я уже промо-код не мог ввести. И с тем же обновлением они закрыли вот этот обуз, когда можно было самому себе промо-коды отправлять и бесплатно ездить каждый раз. Поэтому у меня-то вот это вот изменение в Uber только с негативным дерьмом ассоциируется. Лайк подкаста, если у вас тоже. Ну, ладно. Тем не менее, действительно, да, здесь второй пример. Прогрессивные, так сказать, рассказывания и Plants vs. Zombies первый. Еще первый. Еще прям вот тот самый ламповый, который мы на парах умудрялись играть. И там, действительно, если вспомнить обучение, сначала у вас есть одна линия лужаечки. Вас учат хотя бы обычными горохами стрелять в зомби. Потом по чуть-чуть раскатываешь несколько лужаечек. Потом новые типы зомби начинаются. Нет такого, что в первом уровне сразу 10 типов зомби. Зомби-босс вот этот в конце идет. И у тебя сразу и катапульты, и всякое говно. Ну, короче говоря, действительно, не обескураживает абсолютно. А это еще когда было? Это еще было лет, я не знаю, 5, наверное, назад. Может быть, 6 даже. Первый Plants vs. Zombies. Как любят играть, вписать в App Store Award Winning Game, там, бла-бла-бла, Super Limited Pro. Не, ну, слушай, ну, в Марио в первом тоже не было сразу летающих этих... Новин, короче, который, собственно, тебя дамажит. А, снаряды ты имеешь, которые черные. Плющихся мразей. Ну, я согласен с тобой, да? Но тут ты еще видишь, в отличие от Марио, здесь еще на каждом шагу всплывала подсказка, и тебе говорили, а теперь тапни на семено этого, гороха, поставь его в начале лужаечки, там, и так далее. Ну, короче говоря... Ну, короче, туториал вообще полный, классный. Да, да, и это типа хорошо. Ну, мы все знаем даже, вот он про мобильное все говорит, что вот надо в приложениях, чтобы постепенно все открывалось. Вот у меня батя все время играл в гудгеймовскую... Гудгейм? Короче говоря, какую-то игру, империя, там, что-то там, бла-бла-бла, битва там за жопу какую-то. За жопу какую-то. Короче говоря, как ферма... Смешки в мою руку. Да, как ферма, только не ферма, а именно, как эпоха империи. Ты замок отстраивал, там, мультиплеер, бы он там объединялся с какими-то украинцами даже в гильдии и так далее. Все четко у него было. Ну, это интересно, это хорошо. Вот там каждый раз он меня когда просил перенести на все новый-новый айфон или новый-новый айпад его прогресс, нужно было установить эту игру, пройти весь сраный туториал, потому что без туториал он тебя даже в главное меню не пускал, где можно было выбрать зайти под фейсбуком и уже подгрузить весь прогресс. И вот там я проклял вот это вот линейное так скажем, аккуратное приложение, потому что я каждый раз ставил там первый дом, первую ферму, первый раз у меня все строилось не 20 реальных часов жизни, а 20 секунд и можно было это еще ускорить бесплатно, без внутриигровых монет. Но все равно это у меня отнимало каждый раз минут 5, чтобы пройти сраный туториал, чтобы только потом меня пустило в главное меню. Вот это пример плохого вот этого вот начального, так скажем, посвящения в игру, поэтому, да, если будете такое делать, то делайте это с умом. Ну и вообще, кроме шуток, есть такие штуки, как тул-тип библиотеки всякие, чтобы даже в веб-приложениях ты зашел, и у тебя хоп, такой экран затемняется и показывает, вот здесь в уголке кнопочка добавить пост, ты на ней жмешь следующий шаг, тебя переносит, а вот тут можно редактировать такую-то жопу и так дальше, и так дальше, и тому подобное. Вот эти вот гайды, кому-то они не нравятся, но они нам не нравятся просто как продвинутым пользователям, а я думаю, что большинству, так скажем, ламеров, уже до оскорблений сходят, большинству тупых идиотов, намного вот больше это понравится, я ни в коем случае никого не хотел обидеть, ладно, слишком долго я на первом пункте задержался, я ни в коем случае не хотел обидеть тупых идиотов, вот да, я кстати на волне вот этого одного скрина я поставил себе и первый, и второй Plants vs. Zombies завтра в маршрутке поиграю, вспомню, так сказать, старые. Ну ладно, раз ты решил повыеживаться, у меня, я бесплатно их себе добавил, это же Origin, в Origin они раздавались бесплатно, первые, я всех добавил, так что я в любой момент могу поиграть в великолепную игру. Я не могу даже тебе возразить ничего, в том смысле, что первый я тоже себе добавлял в Origin, причем или я их добавлял или покупал за 10 рублей, ну короче, они у меня там тоже есть, конец истории, но это было реально года два назад, может быть их несколько раз раздавали, ну то есть действительно дела-то эти давно были с Plants vs. Zombies, мне кажется, я даже их еще добавлял не в Origin, хотя повторюсь, в Origin они у меня тоже есть, а в этом, Windows Story, когда в Windows 8 только еще был, и вот было метро-приложение Plants vs. Zombies, вот оно у меня тоже было, я уже не знаю, что у них там сейчас от этого осталось. То есть ты фанат, ты в принципе фанат, можно тебя назвать человеком, который... Что характерно, я так и не прошел, я не прошел вот те финальные уровни, которые были на крышах, когда были зомби, эти боссы, и надо было их маслом большим закидывать на крышах, я не смог пройти вот какой-то из финальных уровней, поэтому я, конечно, фанат, но лошадь. Мы уже в принципе растекаемся про Plants vs. Zombies, ты вспомнишь, что еще и в World of Warcraft есть кусочек квеста про Plants vs. Zombies. Да, там в предгорьях Хильсбрада есть место, где ты маленького этого подсолнечника берешь, и чтобы его получить как боевого спутника, ты должен пройти, да, такую цепочку квестов прикольных, которые прям нам, ну, показывают, так скажем, как Plants vs. Zombies, да, согласен. Тут сейчас все уже отвалились на этом моменте, и теперь мы можем продолжать вдвоем, наконец-то. Наконец-то, да, в интимной атмосфере. Второе, жесты, жесты должны быть спарены с анимациями, почему? Потому что с выходом iPhone X, а у него здесь вся статья, то красной нитью по статье идет выход iPhone X, видимо, он купил себе ему вот так заколбасил, что решил, так сказать, это, изрыгнуть что-то по этому поводу, в общем, выход iPhone X, там нету хардварной кнопки хоум, как все знают, а у нас-то все знают, нас все слушают с iPhone X сейчас в данный момент и лайкают. Так вот, поэтому все больше и больше нужно полагаться на жесты для наших пользователей, потому что у них нет уже кнопки хоум, и надо им эти жесты как-то показывать, потому что просто текстом писать смахните двумя пальцами вниз или вверх это непродуктивно, про зайцы в сене это не актуально. Вот здесь надо показывать анимациями, ну и здесь есть материал-дизайновая такая анимация, в которой показано, что вот свайпайте, чтобы убрать уведомления, и прям показано, что надо тапнуть и свайпануть, не убирая тап. Прям вот опять же для тупых дебилов, о которых я уже говорил, я просто сегодня посмотрел еще ролик Гоблина про изгой-один, и там где-то час просто из сера о том, в смысле, может быть, ты имеешь в виду про последние все-таки сгой-один? Нет, в том-то и дело, что про изгой-один, то ли это перезалив, то ли просто он по слоу-кингам решил только сейчас про изгой-один сказать, но самое смешное, что он там говорит про спойлеры. Какие нахрен спойлеры спустя год, я не знаю, но короче, нет, реально, про изгой-один, то есть я час сегодня прослушал, так сказать, пока как раз темки искал, и там полный иссер вообще на Звездных Войн в целом, и на изгой-один в частности, что это все для дебилов шестилетних, которые не способны вообще хоть как-то критически мыслить по поводу того, что там вот девочка идет, оставляет следы, ее выслеживают по следам, потом следы прерываются, потому что она прячется в камне, но в камне ее уже никто не увидел, все, сразу все прошли, разошлись как бы, и да, и там вот полностью про тупость такого бреда, это да, вот поэтому у меня прорывается немного тупых дебилов, и да. Короче говоря, даже какие-то взаимодействия между элементами нужно снабжать красивыми анимациями, чтобы прям вот лилось из пальцев, на кончиках пальцев, чтобы все приложения были, чтобы пользователи мгновенно, интуитивно догадывались, схватывали, как нужно этим пользоваться, и было бы классно, и все приложениями было бы удобно пользоваться, потому что вот Apple, мерзавцы, нас лишают такой возможности, как кнопки Home, хотя кнопка Home всегда была только выйти из приложения, причем здесь она и какой-то UX внутри приложения, хрен его знает, видимо, Байбич у самого Android, и он как бы думает, что... До этого момента, пока он не попал на UX Planet, после этого бабки потекли, и он купил себе iPhone X, и такой, ни хрена себе Home, да нет? Вот да, в Android же три, считай, кнопки, причем, повторюсь, вот ты часто мне говоришь, три хардвардные кнопки, да? А в некоторых Android'ах они ни хрена не хардвардные, они все равно сенсорные. Ну, они такие же, да, они тоже такие же, как в iPhone X, не хардвардные, да. Но это не менее того, что их три, короче. Ну, согласен, просто они иногда прям в интерфейс встроены, они даже не то, что там снизу, так скажем, на сенсорной панели телефонной, они прям в интер... Ну, ладно, в общем, да, их три. Третий пункт, контент-центр. Ну, об этом мы тысячу раз говорили, что нужно по Микеланджело отсечь все лишнее, оставить только контент. И что все было просто понятно, и вот здесь у него пример какого-то магазина с лампочками, видимо, лампочки новые себе покупал. Причем 24 бакса за лампочку, это какой-то просто космос. Ну, ладно, он две покупает, но я думаю, это все-таки цена за одну, и тогда это довольно-таки дохрена. Это 1100 рублей примерно за лампочку. Будешь такие, Никита, покупать? Я самые дорогие брал за 400, и они так светились, что просто охренеть. Вообще не как вот это вот медиум-дерьмо. Не, ну если я буду бабичем, был бы как я, как бабич, я бы еще не такое покупал. Тем более, возможно, он, знаешь, покупал зачем? Как в той миниатюре у Задорного, чтобы в рот засунуть лампочку. За 100 баксов, как бы. Да, за 100 баксов засовываешь, как бы 24, просто Задорнов, конечно, да. Царство небесное. Крутой был чувак. Знаешь, что я хочу сказать? Что ты, то есть, считаешь, что все статьи Ника Бабича, все, что он здесь пишет, это отражение его жизни. Я думаю, что он не способен вообще фантазировать. Он вот как тот поэт, что вижу, то говорю. Вот что вижу, то пишу. Фуллскрин экспириенс. Вот, видишь, релиз Samsung Galaxy S8, это он, видимо, своей девушке купил. И iPhone X, это уже себе. Говорит, нету рамок. Поэтому, говорит, во всех приложениях должен быть полноэкранный экспириенс. Продумайте, говорит, так, что... У него даже три девушки, судя по фотографии. Это же мы, как бы, полностью... И одна рисованная, 2D-тян. Ну, та, которая перевернута в ландшафтном режиме. Нет, я думал, которая посередине. Ну, ладно, окей. Пято, яркие цвета. Поэтому, говорит, вы давайте цвет, пусть у вас будет как функциональный элемент. Прямо цветом подсвечивайте. Синеньким работа, жёлтеньким дом. И жёлтым вперёд, коричневым назад, что называется. Вот у него почему-то работа это синий, почему-то он считает, что это, так скажем, для всех самое очевидное. Хотя я согласен, что синий, он, так сказать, немножечко взбадривает, немножечко, так сказать, официозу добавляет. Поэтому я бы тоже подумал, что синий – это работа. В общем, нужно цветам придавать функциональное значение, потому как кнопки home-то нет теперь. Поэтому только на цвета остаётся полагаться. Шестое – это эмоциональный experience. Ну, это просто о том, что сейчас у нас поколение, которое ориентируется на эмоции. Поэтому уже, кроме того, что вот тут чувак в 82-м году, который придумал смайлик первый, вот он, на Гарольда немного похож, который hide the pain Гарольд. И у него, кстати, клавиатура Dell и монитор Dell. Прям реклама, да. Вот. Ну и здесь он говорит, что сейчас с iPhone X-то есть Animoji, и это прям вообще новый уровень взаимодействия, новый уровень эмоций и так далее. Ну и здесь, видимо, ещё одна его девушка, которая ему прислала котика, что она сначала недовольна, а потом всё-таки она вот такая растаяла. Второе, не второе, а тут дальше. Вот это бред надуманный, но тем не менее. О том, что можно же, говорит, рисовать прям сердечко, и хоп, это как лайк засчитывается. Почему бы, говорит, нам не добавить вот таких вот взаимодействий внутрь наших приложений, чтобы прям всё классно было. Ну, слушай, мне кажется, это если и добавлять, то на уровне прошивки. Потому что если каждый разработчик приложения будет ещё заморачиваться в таком бреде, который будет использовать 0,0% людей, даже если им об этом расскажешь, это банально дольше, чем просто тапнуть на сердечко, вот так его вырисовывать. А ещё если вдруг ты тупой дебил, то твоё сердечко не будет распознаваться, как сердечко. Слушай, ну, вот знаешь, если Бабич может такое придумать, знаешь, я тоже придумал, например, вот помнишь, в детстве все на листочек клали руку и обводили её, типа, пальцы. Ну. Вот, ручечкой. Можно, слушай, так на айфон только письку класть и обводить. Так, а конечная цель? Конечная цель. И посылайте, сэнт, у твиттер. И как бы, сколько у тебя сантиметров, сантиметровсов. Ну, это, слушай, это только у Бабича, наверное, влезет на айфон икс. У меня, на мой, не войдет, понимаешь? По частям придется отправлять. У меня на мою пятерку легко влазить. Во-вторых, слушай, ну, такими темпами можно случайно свайпнуть хоум, если ты будешь на икс класть. Вот, вот, да. Аккуратно надо быть. Выйдешь с приложения и куда-нибудь в другое место уже пошлёшь фотографию. Будет прям провал. Дальше он говорит о том, что нужно эмоции прям вот фидбэком показывать, что вот ты какой-то ставишь рейтинг, и когда ты ставишь одну звездочку, там прям злость, что ты ставишь, тем более радостный смайлик там показывается. А мне кажется, даже можно психологическую травму получить за то, что когда ты... Ты вот хочешь реально отослать одну звезду, тебе прям взбесило говно, а ты ставишь, и там прям такой красный, унылый смайлик, и прям такой... Ааа, нет, не могу. Я же не такой чудовище, чтобы отправить вот этот вот грустный смайлик этому приложению. Поэтому тут, конечно, да. Это всё фантазии, но, может быть, когда-то это будет воплощено в реальность. Если, опять же, Apple это сделает, то да. То все будем потом говорить, о, слушай, блин, да, так и надо было с самого начала. Седьмой пункт доминирования видео. Относительно, говорит, статистики HubSpot в 2017 году 78% людей каждую неделю хотя бы смотрят видео онлайн, и 55% каждый день. Это довольно-таки большой процент, поэтому, говорит, надо уходить в видосы. Правда, говорит, в свою очередь количество секунд, которые способны воспринимать люди, уменьшилось с 12 в 2000 году до 8 в 2015. Поэтому, говорит, уходите в видео, но сильно не уходите, потому что, типа, надо понимать, что сильно долго смотреть не будут. Хотя, вот, опять же, я смотрел вот это интервью с Тутой Ларсен, да, Надеждой Тефи, и там она рассказывала, что вот Дудь внес некую революцию в русский YouTube, что после его роликов опять стали смотреть лонг, эти, так сказать, лонг-видосы. Почему-то я на наших подкастах этого не заметил, но, типа, да, типа, вот такой тренд, что из-за того, что вот появился Дудь, люди себе разрешили долго смотреть YouTube и начали, ну, как бы, вот другие проекты на волне, так сказать, успеха Дудя тоже бомбить, которые делают долгий контент. Ты как вот считаешь? Может быть, до наших зрителей и слушателей еще просто не докатилось, они не знают, кто такой Дудь, поэтому еще все впереди, скорее всего. Ну, будем надеяться. Да, вот когда с бабищем выйдет Дудь, тогда, может быть... О, ну это, блин, это прям классно. Это я даже сам посмотрю. Сочинно даже, что я только одного Дудя смотрел, то как бы да. И то вместе с тобой в машине, когда мы ехали до меня, помнишь? Ну, давай не об этом, уж не будем говорить, когда мы там с тобой смотрели, что я... Ладно, да. Пусть останется загадкой, какое именно... Какое, да. Какое именно интервью мы смотрели. Это. Здесь показано, причем в Facebook Live Video, чтоб ты понимал, что уходят все так в видео, что даже конференция Обамыча была в Facebook Live. Хотя вот Live это прямая противоположность 8-секундным роликам. Это прямо надо сидеть, залипать, смотреть и слать ему пальчики вверх и сердечки. Ну, причем, причем, потому что там какая-то вообще уныльщина дикая. При том, что там черная рука еще держит телефон белый. Че? Ну так, конечно. Вот, да. А, ну так там же еще и Обамыч, твою мать. Нет, там просто Байден, вице-президент, который был при Обаме. Это вот он с ним. И, ну, как уныльщина, как и вся американская политика. Нет, а... И времен Обама. Нет, а как ты причешь здесь Байден и черная рука? На рынке. Ничего, просто я отвечаю на твою уныльщину, что там Байден. Байден просто унылый кусок говна, поэтому почему бы и нет. Согласен. Согласен. Ну, он говорит, нужно, что ориентировать на портретную, так сказать, ориентацию, простите за эту автологию, потому что 94% времени мобилы держатся все-таки вертикально. Поэтому надо, говорит, чтобы видосы так оптимизированы были, чтобы по вертикали нормально смотрелись. Я, знаешь, что просто боюсь, что адепты политики Байдена теперь задизлайкают нам видос. Надо как-то исправляться. Чтоб ты понимал, адепты политики Байдена это украинцы, потому что его сын там курировал энергетическую отрасль именно на Украине и вообще все связывают это с его интересами, все, что там произошло. То есть ничего не изменится, как дизлайкали, так и будут, помещают. Да, я думаю, что так и будет. Восьмое. Биометрическая авторизация, но это, говорит, ни для кого не секрет, что сейчас там пальцы, лица, письки, опять же, судя по тому, что ты знаешь что-то. Видимо, видимо будет скоро. Ну, кстати, лица, кстати, лица. Я наблюдал воочию, так как у меня не столько денег, сколько у Бабича, наблюдал воочию просто издалека, скажем так, из-за стекла, как человек разблокирует iPhone X, ну, то есть человек, у которого привязан вот его ID к этому. И это удобно. Это удобно. Единственное, что бывают ситуации, когда ты просто пытаешься разблокировать лежащий на столе телефон, тебе приходится в него заглядывать, знаешь, так как бы это странно немножко выглядит. Но в целом это очень прикольно вообще, вот прям реально хай-течно выглядит, когда чувак просто поднимает телефон у него уже разблокирован. Хотя только что был заблокирован, охренеть, нифига себе. Ну, я его очень не видал в этом, я не могу разделить твой восторг, но согласен, наверняка это круто. Девятое, это вот этот вот интерфейс диалоговый, что типа вот в чат боты всякие появятся и так далее, что вот не стесняйтесь, говорит, добавлять это в приложение, потому что за этим будущее, сейчас все так делают. Не знаю, я, конечно, много телеграммами и ботами пользуюсь, они прикольные, но вот таких вот классных, как в фейсбук-мессенджере, которые я здесь вижу, что купить очки, такое, конечно... Ну, это все-таки фейсбук-мессенджер, или что, это точно не iMessages? Я почему-то, ну, там написано в скобках such as facebook messages. Да, окей. В iMessage-то тебе через кого будут продавать? На фейсбуке там уже все есть, и Ray-Ban, и все такое. Ты думал, через Apple, я не знаю. Ну, не знаю, может быть, Apple уже все через себя перепродают, просто уже. Они как бы сначала с Amazon на себя покупают, а потом тебе пересылают просто по почте, и все. От Тима Кука тебе пришли. Слушай, саморезы надо заказать, если что, как бы через Тима Кука. Или через доктора, а теперь он там банчит же всем. Топудово, да. Он прям тебе с автографом, саморезами. Пакетик метизов из Косторамы, только вот хоп, и через доктора Дре таким кольцом. Короче, лучший интерфейс это отсутствие интерфейса. Здесь топ-хайлайт вот такой, о том, что голосовые, голосовые помощники сейчас все больше и больше набирают оборон. Не знаю, у меня вот, я видел воочию, как Алина пользуется Алисой в Яндекс.Браузере. Хорошо, хоть не Алиса, пока Алиной пользуется, а то иначе Илон Маск бы тут протестовал. Он был бы недоволен. Десятое. Продвинутая персонализация это о том, что не только, так сказать, ну ладно, начнем с того, что user location. Идешь мимо Starbucks, тебе пуш от приложения Starbucks. Эй, чувак, ты проходишь мимо нашего 85-го отделения Starbucks, зайди, там скидка 50% на твой любимый ванильный латте. Это, конечно, прикольно, но я, как человек, который максимально пуш-оведомления отключает, видимо, мимо меня бы такое прошло, даже если гипотетически бы такое было. Ты, кстати, как, отключаешь пуш-оведомления? Я достаточно странный человек, потому что из-за того, что у меня телефон полностью всегда на спокойном, то у меня все уведомления включены полностью, все. То есть я потом сижу вечерком, да, я их не вижу, но я вечерком потом смотрю, ага, так-так-так-так-так-так, я был в Starbucks, значит, 50% можно было оказываться ванильный латте взять, ну, как лох, знаешь, действительно только 30 минут, да, там вот все. Ну, потом говорят о том, что, а вообще должно быть еще и так, что вот у тебя в Apple здоровье указано, что это дальтоник, у тебя приложение сразу тебе показывает. Откуда ты знаешь, это бабич обо мне такое информацию? Вот он предположил, смотри, угадал, что, говорит, во всех приложениях через опиху дергается, ага, чувак дальтоник, значит, ему показывают чуть-чуть другой интерфейс. Или, говорит, если там указано, что у тебя проблемы со слухом, у тебя сам прил громче орет уже автоматически. то есть, на самом деле, это, конечно, через телефон должно быть сделано, и если все через Apple гайдлайны сделано, то уже автоматически телефон сам передает это в прил, и в приле что-то изменяется, но как бы то ни было, он говорит нам, разработчикам приложений, тоже иметь это в виду. 11-е, дополненная реальность, говорит, это понятно, что это тоже новый тренд, что сейчас все там, опять же, вон в снэпчете есть эти линзы, и там вон блевать радугой можно не знаю, я воочию не видел, опять же, как в сторисе чувак это добавляет, там какой-то мэгги это отправляет, но, наверное, это прикольно, наверное, да, и там вот опять же есть пример, как рулетка из дополненной реальности измеряют стол, ну и как бы там нам показывают, что она довольно-таки точная, то есть он в виртуальной рулеткой измеряет реальную рулетку, и расстояние в целом примерно такое же. Ну, это полезная штука. Да, это такая она полезная, что вдруг, нет, заебок затупил, ты отошел, у тебя шкаф криво стоит просто и все, и ты уже... Не, представляешь, как тебя в цеху мужики засмеют, когда ты такую достанешь? Ну вот да, поэтому это, конечно... Она у тебя потеряет, знаешь, несколько сантиметров. Не, а во-первых, она у тебя сядет в тот момент, когда ты в токарный станок заводишь уже, оп, у тебя, и ты не можешь уже детальку никакую сделать. Короче говоря, это и телефон разрядился, это такое. Ну и 12-е, это бесконтактная оплата, говорит, вот в Китае уже, во-первых, во всем мире, да, я не знаю, в мире или где, короче, according to Juniper Research, уже в два раза увеличилось в 2017 году количество таких бесконтактных платежей телефоном. Ну я не кривлю душой, я тоже иногда так плачу, хотя иногда мне проще и быстрее карточку достать, чем телефон, она у меня тоже бесконтактная, ее поднести, но так или иначе телефоном тоже периодически, да. И здесь написано, что в Китае, опять же, вот с новостью NBC.com, что Налик уже практически мертв в Китае, потому что вся страна уже живет в мобильных платежах. Ну вот да. Ну а он говорит, а что это значит для разработчиков? Ну то, что надо уже API-ху Apple Pay использовать и как бы предлагать это как возможность оплаты уже сразу в приложении, чтобы даже это. Да и на самом деле это даже не столько, чтобы модно было, а реально, это настолько проще оплатить через Apple Pay, что банально больше денег заработаешь, если это введешь, потому что просто людям будет проще. Вот я Яндекс.Такси, у меня всегда через Apple Pay просто идет и все. Ну, да, нет, это как бы круто, но вопрос, в какие места внедряете и где это нужно? Видимо, ну вот в такси, в какие-то Amazon приложения, в какое-нибудь там приложение Twitch, чтобы подписку оформить там и так далее. Хоп, у тебя с Apple Pay ты не успел ничего, 25 долларов ушло, зато смайлики можешь использовать какие-то. Ну, там и так у меня привязана карточка, то есть как бы тут и так, ну, то есть да, понятно, это для таких вещей, которые, знаешь, постоянно надо платить, вот постоянно, как такси, как продукты купить, какие-то такие вещи. Ну, понимаешь, карточка привязана, тебе все равно надо смс, чтобы тебе пуши не пришли. мне уже ничего не надо, все, там уже ничего не надо. А на новую подписку как оформить? Там же говоришь, да, 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 он говорит, использовать я тут, да, и все, там пошла жара. Ну, видимо, как в стиме, в стиме же тоже, то же самое, в стиме абсолютно то же самое. Ну, там, по-моему, иногда надо CVC-код ввести, иногда надо поставить гавочку, я принимаю гав... Я тоже его наизусть помню, но на стиме и нету, Apple Pay, поэтому я не могу сказать. Но вот видишь, его тебе надо вводить, а так ты только пальчик поднес к сканеру, и все, поэтому... Ну, и перед этим купил еще телефон с пальчиком. Ну, это понятно, но как факт то, что иногда у тебя даже пальчик уже на этой кнопке, и ты такой, ааа, все, уже купил iPhone X все новый, вот так, как ему бабича это и было. Так бабич взял, я понял. Надо заканчивать с этой темой, она непозволительно долго идет. Мы разогрелись. Разогрелись. Не, надо было разогреться после перерыва на каникулы, но вот этот запой. Давай, попробуй. Вот. Теперь ты разогрей обратно. Получается, получается все, получается все, значит, бабич был, наконец-то мы вернулись, и вообще вернули его в подкаст. Я вообще считаю, что традиция с бабичем, не нужно забывать про него, не нужно. То есть пусть он всегда незримо хотя бы раз в два месяца появляется в подкасте. Два-три раза в два-три месяца, я понял, да. Да, надо смотреть. Пусть пацаны предлагают. Пусть у него будут постоянно неинтересные темы, но хоть одна-то выстрелит. Вот хоть одна-то вот будет такая. Ну, слушай, не то, чтобы мы запрещали пацанам предлагать, просто вот как-то, видимо, он взял отпуск, зарабатывал на iPhone X, где-то автобус водил, я не знаю, чем-то можно зарабатывать много. И вот сейчас он может опять дурака валять какое-то время. Именно дурака валять, я буду это называть. И писать вот эти статейки с Windows X. Конечно, да. Мастер-чиф. Ладно, окей, короче, у нас теперь стандартный блог, который, может быть, кто-то еще никогда не слышал, и потому что слушает в первый раз подкаст. Но у нас есть такие вещи у нашего проекта, как patreon.com slash ewebdesign. То есть, в смысле, именно Patreon, на который вы можете подписаться, опять же, чтобы у вас каждый раз, каждый месяц, не надо было даже пальчик прикладывать, чтобы снималась определенная сумма денег в поддержку нам. Между прочим, 16 патронов сейчас зафиксировано на patreon.com slash ewebdesign. 71 доллар в месяц типа нам придет в этом месяце. Уже пришло даже больше. Я не знаю, тут как-то странно очень считается. Пришло по факту больше. И двое патронов сейчас зависли, потому что, вот ты говоришь, даже пальчик не надо. Хрен-то там. Каждый месяц какие-то проблемы у людей, и у некоторых оплата не проходит. И пока я им вручную не напишу, проверьте ваш способ оплаты, почему-то не проходит. Они такие, а вот, да, сейчас нормально будет. И хоп, и сразу приходят. Что они там делают, я не знаю. Кто-то говорил, у кого-то карточка не та была привязана, а кто-то как-то умудрился стать патроном, но не привязать карточку. И вот в начале месяца, когда непосредственно снимаются деньги, только тогда до него, ну, ему пришло время, так сказать, ее привязать. Ну, короче говоря, есть там какие-то у них сложности определенные, но вообще машина запущена. С каждым месяцем все больше и больше. Всем вам спасибо большое. Да, я просто хочу сказать, что, чуваки, самое важное, что вы можете взять за 5 баксов всего, за 5, за 10, да, за 10, за 10 баксов всего получать подкасты заранее. То есть вот, например, например, вы сидите такие, достаточно у вас грустный вторник, ну, работа там, жена, дом, семья. А тут хоп, вам во вторник прилетел подкаст. Все, как бы, плебеи, плебсы вот эти, посмотрят в среду и послушают. А возможно, иногда задерживаются до четверга. Ну, мало ли. Правильно, потому что среда уже тяжелый день. Вторник, как бы, еще не все успели разогреться. Еще только вот те грустные вещи, которые Никита описал. Работа, семья, дом. А вот в среду-то уже, да, среда обычно, когда это уже и четверг и пятница. А во вторник вы прям свеженький, можете еще посмотреть и классно у вас все будет. Да, поэтому я рекомендую, рекомендую patreon.com slash webdesign. Идем дальше, по списку. У нас еще есть сайт, просто сайт webdesign.ru. Заходите на него, можете спокойненько справа в сайт-баре оставить свою тему, которую мы, собственно, сегодня рассматриваем. Будет много, ну, нет, несколько тем будет сегодня ваших. Как минимум, уже бабич был ваша тема, как минимум. Вот, поэтому оставляйте обязательно webdesign.ru. Кроме этого, регистрируйтесь на сайте, чтобы, опять же, чтобы пальчик не прикладывать каждый раз, а оставлять уже зарегистрированную тему к следующему подкасту и нормально будет. Потом у нас есть webdesign.ru slash donate. Для кого-то привычный способ поддержать проект без каких-либо патреонов и вот этой вот метафоры. Просто webdesign.ru slash donate заходите и закидываете сумму. Просто какую захотите, не надо обязательно какие-то 10 баксов, 5 баксов, 2 бакса, ну, не обязательно. Вот, еще у нас есть реклама, реклама. worksobaka.ru webdesign.ru пишите на почту. Между прочим, эта почта везде фигурирует, ее можете встретить, по-моему, на webdesign.ru slash about. На заборах некоторых можно ее встретить. На заборах, да, на заборах, там, где купить легал и вот worksobaka.ru. webdesign.ru У нас можно легально, абсолютно легально проэкламировать свой продукт, конечно же, если он сам легальный. Вот. Реклама будет состоять, возможно, из нашего мнения о продукте, абсолютно искреннего, но абсолютно хвалебного. Конечно. Искренне 10 из 10 на кончиках пальцев. Вот, да. Кроме этого, кроме этого, может быть, это будет какой-то текст, который вы нам посоветуете, какой сказать, например. Ну, вот просто, просто опишите ваш продукт на worksobaka.ru webdesign.ru, а мы скажем там по стоимости, по всему, по всему, по всему. Да, купите у нас рекламу, ваш бизнес просто в новом дыхании вздохнет. Абсолютно. Я бы сказал, да, вздохнет, да, новым дыханием. Вот, еще, у нас есть канал в Телеграме, группа в Телеграме. Это немаловажно, потому что многие люди отказываются от ВКонтакте и, например, там, ну, не знаю, короче, переходят сильно на Телеграм, поэтому, заметьте, на webdesign.ru slash about тоже есть эти ссылки на каналы, на группу. Можете получать новости прям туда, прям сразу, прям подкаст, хоп, он вышел, он вам пришел, все классно, прям там с полным описанием, со всеми ссылками, все будет очень круто. Поэтому заходите, ну, и пообщайтесь, например, в группе, я каждый раз путаю, в группе пообщайтесь, а в канале получать новости, да. Ну, стикеры во ВКонтакте у нас есть, vk.com slash uwebdesign.ru Кто все еще не заклеил все свои дырки, из которых подтекает в ваших кораблях на борту, то, короче, берите обязательно стикеры vk.com slash uwebdesign.ru достаточно все настолько, даже для тех, кто, кому понравился Rogue One, они даже, даже они поймут, как заказать на vk.com slash uwebdesign.ru вот. Там два стикера, разберетесь, в принципе. Я последнее, что хотел сказать, по ссылке uwebdesign.ru slash donate, какие есть варианты. Есть Яндекс.Деньги, все шлюзы, то есть карточки, просто Яндекс.Кошелек, есть PayPal для наших зарубежных, и есть WebMoney для наших не самых зарубежных, у кого Яндекс.Деньги не работают, да, поэтому и вообще пишите в комментариях, какие еще добавить варианты. Блин, надо биткоин, кошелек добавить, я не могу, когда я уже вспомню об этом, завтра добавлю. Странно, слушай, странно, что Яндекс.Деньги в отдаленных районах не работают, потому что Яндекс, он же достаточно лоялен, и лояльно относятся, у них даже на карте показаны те страны, которые... В какой-то момент там вот запретили, поэтому, да, это тоже неожиданностью было, для меня в том числе, но вот, вот так вот. Ну ладно, окей. Короче, идем дальше к дизайну. Первая тема, в принципе, это был дизайн, и продолжается. Ну согласен, да, он продолжается, и тема называется так, сайкетский посмотреть. Я просто где-то это нашел, вот просто я это где-то нашел. И слушай, ну, мне уже нравится, мне уже нравится, что это за сайкетский, я сейчас зашел. Да, это официальный сайт Bear Grylls, и здесь, чтобы ты понимал, это сайт про тренды. Помнишь, мы недавно с тобой обсуждали, что мега-меню по-новому, да, будет жить? И вот у него как раз такое, ты жмешь на гамбургер, и хоп, и у него не вот это вот банальное мега-меню, как на технопоинте, а тоже мега-меню, но оно как бы прям вот мобайл-ориентед, и вообще оно классное. Давай, смотри, давай немножко по порядку, раз мы уже рассматриваем сайт, смотри, во-первых, давай так, Bear Grylls, это чувак, который снимался в очень известной передаче, типа, блин, какой-то там, что-то там про выживание по Discovery, короче, очень известный чувак, который пил мочу, значит, чтобы выжить, и спал в вывернутой шкуре, там, не знаю, мамонта, условного. Вот. Суть какая, суть какая. Короче, сайт, во-первых, во-первых, мне уже нравится, что здесь какой-то хай-тек, я, если честно, думал, когда я туда зайду, первая моя мысль, это будет какой-нибудь такой дефолтный американский сайт, но здесь какой-то хай-тек, и знаешь что, вот у меня хочется тебя спросить, может быть, ты в курсе, почему-то некоторые сайты начинают тебе втирать какую-то дичь, а точнее показывать сообщения о Cookie Policy, вот как у него на сайте. А это просто законодательно теперь обязательно, с тех пор, когда, вот примерно как в тот момент, когда стало модным из поисковиков удалять информацию о себе, вот тогда же в Европе издали указ, что если у тебя берут куки, скорее всего, их берут, чтобы там показывать тебе релевантную рекламу, там и так далее, бла-бла-бла, то есть, короче говоря, так скажем, твою анонимность нарушать, поэтому обязан всегда сайт, когда ты первый раз на него заходишь, показать тебе это уведомление, и обычно по полисе, если ты продолжаешь серфить сайт, то только тогда тебе куку ставят уже, а первый раз не ставят, если ты не хочешь, ты просто закрываешь сайт, выходишь, у тебя нету куки, что ты там был на Бэр-Грилсе и что-то делал, но если ты продолжаешь движение по сайту, то она у тебя остается, то есть, это реально законодательное дерьмо, кто-то хочет, кто, если я неправильно сказал, напишите в комментариях более подробно, но я вот так запомнил, не, мне просто интересно, в каких странах это обязательно, вот именно в Европе, именно в Европе где-то, то есть, по крайней мере, как я помню, я это видел точно, я точно помню, где я это видел, это точно было на Blizzard, ну, в смысле, вот именно, да, на Blizzard.com, на TheVersion или на TheNextWeb прям нигер такой с печенькой в глазу, и там, например, have a cookie, типа, получай печеньку, ну, и там написано, опять же, если вы не хотите получать печеньку, закройте этот сайт, типа того, ясно, ясно, окей, давай перейдем непосредственно к beergrills.com, здесь, повторюсь, здесь все тренды, здесь, во-первых, горизонтальный параллакс, вообще, возможно, кто-то мне это предложил в Телеграме скинул, или в Ютьюбе кто-то написал, я не помню, короче, ну, я не в своем, как бы я в своем уме, сам я не мог наткнуться на сайт Берргриллса, и уж тем более придумать его обсудить, но кто-то мне это вот сказал, и здесь реально горизонтальный параллакс, ты скроллишь, и ты как бы проникаешь в слово adventure, и там начинается фуллскрин видео, и тут начинается полный сторителлинг, ты скроллишь от карточки к карточке, и еще и у меня на сафари не лагает, это прям достижение, когда у меня на сафари не лагает что-то, это значит, что прям вот чуваки над оптимизацией очень потрудились, ну, и здесь и вертикальный параллакс тоже есть, и все так классно, и такие картинки высококачественные, и Ghost Buttons, которые, ну, когда ты на нее наводишь, там, с анимацией, классный, и микрослайдшоу, ManVC Wild, Running Wild, вот это The Island, Bear Grylls, кстати, что-то уже постарел, он уже седой практически стал, ты мочу попейся его, это еще не так по себе. Да, здесь у него официальный спонсор, Samsung Land Rover, GQ. Знаешь, я тебе хочу сказать, что, во-первых, здесь встречаются фотографии с Unsplash, как минимум. Что, серьезно? Да, вот, я зашел на Bear Grylls Television, и проскролишь в самый конец, то увидишь картиночку с лесом, которую все, наверное, знают, что она была на Unsplash, по крайней мере, мы с тобой точно знаем. Хотя, может быть, ты, конечно, ее не помнишь, но давай. Да не, ну подожди. Ну, конечно, помню, она у нас на обойке какой-то из подкастов была. Вот, я тебе о чем говорю, то есть здесь, в принципе, было наполнение немножко слямзина, но это же бесплатный. Так нет, это официальное, это официальное дерьмо, а все равно здесь много качественных фотографий самого Bear'а с его, так сказать, клиентами, потому что, видишь, ты можешь купить у него дерьмо, что он тебя свозит куда-нибудь, и селебрити, такие как Джулия Робертс, Кейт Уинслет, Роджер Федерер, Зак Эфрон. Где ты это читаешь? Я хочу это узнать. На странице телевизион, предпоследний блок Running Wild, там написано, что это как бы реалити-шоу, Bear Grylls берет какую-то селебрити из ее зоны комфорта и вздрючивает ее. Бен Стиллер даже там с ним был. Слушай, ну это даже интересно, это я бы сказал, надо ли нам, чтобы нас вздрючили? То есть, может быть, мы тоже как бы с ним поговорим? Слушай, у нас такая жизнь, у нас, в России, что мы без Bear Grylls, это мы его еще вздрючим, если он будет жить с нами на наши зарплаты, пытаться как-то крутиться, я думаю, он первый взвоет. Ну, в принципе, да. Чтобы ты понимал, первая серия была, ну не первая, а один из эпизодов Running Wild был с Бараком Обамой. Неплохо. То есть, он даже его вздрючить и умудрился. Это, кстати, есть на beargrylls.com slash about. Там есть именно его биография практически, как то, что вот он родился, и там есть он маленький, фоточка. Он причем в Лондоне, из The Capital of Great Britain родился. И, чтобы ты понимал, Bear это никнейм. Ну, типа, что медведь, да, на самом деле, как бы, конечно, не медведь. Но я не знаю, но я не знаю, как его зовут. И Гриллз, это практически гризли. Но, короче, тут не написано особо, как его реальное имя, но там написано, как он служил. Он, понятное дело, служил в армии. Потом он по британским островам ездил, в северный ледовитый океан он сплавал еще, был. Был где-то в этом, в открытом воздухе обедал, или что это он там, ужинал. Ну, неважно. Короче, 25 тысяч футов над уровнем, так сказать, земли. Потом был на всяких, ух ты, ё-моё, он даже в Арктике по каким-то там супер льдам карабкался. Ну, короче говоря, он крутой чувак. Он заслуженно, так скажем, является знаменитостью вот этих выживательных тем. То есть, он реально пил мочу. Реально много её выпил. И да, вот в 15-м году с Обамой он был. И он Обаму именно водил по местам, так сказать, это, чтобы посмотреть, что глобальное потепление это реальная тема на Аляске. Понял, да? Да, да, прикольно. У него даже книги свои выходят, видимо. Да, он даже вот школу выживания основал, так сказать, что это для детишек, как выживать, там, и так далее. Ну, короче, ну и вот китайских селебритис он тоже возил, а потом уже Absolute Wild, это уже пошёл, видимо, хотя нет, это тоже китайские селебритис, видимо, сначала были обычные в 2014-м, да, а сейчас китайские селебритис, видимо, они самые богатые, они ему в биткоинах сразу платят, и как бы ему нормально вообще, он вайл духом. Ну, слушай, мы с тобой даже заинтересовались, собственно, то есть нас сайт полностью погрузил, нам даже ничего не надо было, при том, что он хай-течно модно сделан. Да, у меня не крутятся кулеры, но он при этом красивый, классный, и у него есть страничка на вейбо, вайбо, ну, короче, на китайской соцсети. То есть всё, пацан потерянный уже, из Лондона, короче говоря, и здесь вот эти полноэкранные видео, короче, здесь всё прям по трендам сделано, но при этом классно, поэтому каждому желаю вообще такой сайт. Согласен, согласен. Представляешь, если бы было вот такой сайт, я не знаю, у кого? У Путина. У Путина, думаешь? Ну, мне почему бы... И с кем бы он с Обамой бы фоткался или нет? Да, там покруче есть селебрити, который с Путина фоткал. С Лепсом, что ли, ты имеешь в виду? Конечно. Это своего Лепса, а? Я, короче, это... Мне всё нравится вообще. Я где-то заметил, что на каких-то страницах, вот, по-моему, на телевизионе, что ли? Угу. А, нет, всё нормально, короче. У него иногда с кэшом какие-то сильно дикие проблемы, здесь как-то, видимо, жёстко всё кэшируется, я иногда нажимаю на логотип, Берк, вернулся на хоум, он почему-то иногда не возвращается, он меня оставляет на той же странице, но сейчас вроде всё работает, но... Ну да, у меня сейчас тоже нормально вернулся, и да, один момент, у меня вот... Вот сейчас вернулся, но у меня пропала передуха, то есть у меня на главной сейчас почти ничего нету, самого Берри Грилса нету, который справа стоит, логотип пропал, и надпись большая. Нормально. Так что, да, да, у них, видимо, что-то там с жёстким кэшированием, но, короче говоря, это не меняет того, что сайт классный, и, кстати, здесь вот это слово adventure, оно как раз сделано вот этим текстом, который в градиент уходит, это тоже мы в трендах всё рассматривали, короче прям... Как будто adventure тоже горы вот эти как бы это всё. да, блин, ему кто-то, видимо, из наших делал сайт, какие-нибудь Крис и Коэры опять же, да нет, я имею в виду из наших учителей, а не из наших... жителей. Да. А, ну окей, окей, я понял, я понял тебя. Но, в принципе, хотелось бы узнать, кто теперь делал, я вот сейчас ты меня натолкнул, но, Бергилс Ventures Ltd, но это как бы... Сайт by Outpost написано в правом внизу. И на Outpost захочешь, там примерно подобный, при лодере, я до футера прям проскролил и справа снизу. Может, это просто темка на WordPress? там Outpost, и там у них как раз recent burglills, и у них сайт у самих похож на него, но у них вот на большом, так сказать, вот этом, как-то сказать-то, карусельке, у них три сайта, а вообще они из... Чешир, Конглтон, Чешир, я не знаю, что такое Чешир, графство какое-то, видимо, в Англии. Мне кажется, да, это все английские чуваки, видимо. Блин. Да, я тоже зашел, слушай, на Outpost, да, у них там вообще досвидосик. И да, они там сильно гордятся тем, что они сделали для Bear Grylls' сайт. Ну, вообще, если мы заходим к ним на About, у них там тоже все классно, и там какие-то старики за маками, они хайники нам делали, там, короче. У них какой-то очень долгий, короче, спиннер крутится, как будто они там не знаю, что грузят. У них просто очень качественные картинки. У меня достаточно быстро загрузилось, и у них там 4К полный. И все равно при этом не сильно тупят. Но сидят они, конечно, в лофте полном. Там просто кирпичи голые, и ламинат, и вообще. И старики, старики самое главное сидят. Ну, да, относительно. О, там на последнем слайде реально седой чувак уже, видимо, это какой-то их директор, CEO, если угодно. Ой, хороший вообще. чешир, это графство в United Kingdom. Короче говоря, это британцы, и надо сказать, они одни из лучших представителей британцев, судя по тому, как у них все сделано. Ну, да, у них как-то очень все вылизано супер, как будто они немцы, значит, не британцы. Ладно, окей. Идем дальше. Идем дальше, просто мы восхитились Берри Грилсом. Но нам часто говорили, вот, введите рубрику обсуждения сайтов, и вообще чувак, который мне это сказал, я не верю, что мне приснилось обсудить сайт Берри Грилса, кто-то мне это где-то написал, отзовись, получи свою славу, а мы идем дальше. Вафа Абзи нам пишет, вы же ювеб дизайн, предлагает ссылку на Design Systems Club и точка ру, естественно. И нам кроме вафа Абзи еще Феликс про это написал. Он написал, гайдлайны выходят на принципиально новый уровень или как объединить всю продуктовую команду уже в начале проекта. Анонс на новость и главная ссылка в посте. Давай прочитаем анонс, он коротенький, на высере. 26 декабря 2017 года Юрий Ветров вот написал, в этом году многие отечественные компании показали свои наработки по дизайн-системам. Особенно активизировались к осени. Каждый месяц кто-то доанонсировал свою дизайнерскую технологическую платформу. Мы с Андреем Сундиевым давно работаем над дизайн-системами, ну тут есть ссылка, они, видимо, из мейлручевики. А сейчас решили придать импульс их развитию в России, запустили сайт коллекции Design Systems Club. Кстати, сам сайт даже прикольно сделан с этими рамочками. И здесь, чтобы ты понимал, перечни стайл-гайдов российских, где не просто там именно картиночки, у нас есть гайдлайн, а со ссылками вот у Альфа-банка даже на Гитхабе ссылка на их стайл-гайд. То есть они прям классно сделали. Вот. И вот он пишет. На сайте собрана информация о компаниях, про активность которых мы знали наверняка. Библиотеки компонента, статьи, презентации и так далее. Сейчас представлены организации с открытыми живыми гайдлайнами. Альфа-банк, дизайн госсистем, Mail.ru Group, Rambler Co., Яндекс, а также те, кто их описывал в статьях. Акронис, Мегафон, Тинькофф. Мы, говорит, слышали про наработки в еще нескольких компаниях. Дубль ГИС, Авито, Eastbank Technologies, Контур, Райфайз, Носбербан, Киви. Вот у меня Дубль ГИС сразу вспоминается. Они там даже для Галпа делали обертки какие-то для своего фронтенда. То есть они прям что-то делали. Поэтому я такой думаю, почему интересно они про Дубль ГИС не упомянули. Вот и тут они упомянули. Но типа мы, говорит, точно не знаем, где у них ссылки на это. Поэтому типа все чуваки, кого мы не зафичерили, вы отзовитесь, типа мы вас тоже это напишем про вас. Ну и они говорят о том, что вот уже прям растет, так сказать, рынок таких систем. И у них даже была микроконференция в сентябре, круглый стол, который был полностью посвящен именно этой теме. И общий интерес со стороны российской аудитории доказал ее актуальность. Короче говоря, mail.ru-шные чуваки говорят нам, что прям вот растет, так сказать, отечественный рынок дизайн-систем каких-то, стайл-гайдов. И поэтому добавляйтесь. Типа я такой думаю, вау, прикольно. Ну ладно, альфа-банк на гитхабе, понятно, серьезно, все классно. Mail.ru, у них прям свой есть design.mail.ru slash paradigm. У Rambler тоже brand.rambler.ru Ну нормальные такие страницы, так сказать, с этими. С стайл-гайдами. Примерно как у Ubuntu. Помнишь, у Ubuntu же тоже есть их Ubuntu стайл-гайд, там все шрифты Ubuntu, SANS, там Ubuntu сериф и так далее. Вот. У Яндекса тут понятно про BEM. У Acronis есть тоже design systems club.ru slash company slash Acronis. Ну они тут в статьях сами написали об их системах. И я такой думаю, ага, а что такое дизайн госсистем? Какая-то вот тут единая платформа для сайтов, госорганов и учреждений. Gov.design Вот так сайт называется. Нормально. Успели купить наши русские этот домен, потому что, ну так-то я понимаю, точка дизайна это всемирный домен верхнего уровня. Кто другой Gov какой-то мог купить, но вот наш успел купить. Любой другой Gov. Да, тут микро-лендинг такой, что вот дизайн госсистемы это масштабная миссия по унификации объединения разрозненных электронных ресурсов страны. Мы, говорят, инициаторы некоммерческого проекта, цель которого улучшение взаимодействия людей с госцифровыми сервисами. Они решают супер-проблему, что есть вот везде отсутствие стиля, все плохо, а мы сделаем, говорят, что все классно будет. Я такой думаю, ну где же, где же, где же ссылка какая-то, вот. Тут есть Герман Клименко, что молодцы, чуваки, там, бла-бла-бла. Но только они не про это конкретно говорят, а просто, что вот были привлечены лучшие эксперты области с большим опытом в создании эффективных веб-интерфейсов. Участники компании АИК, какой-то лаборатории Артема Геллера, компания CTM, Институт развития интернета, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Ваша компания, можно здесь нажать присоединиться, когда жмешь на присоединиться, в пустоту идет ссылка, просто тебе на эту же страницу редиректят и все, нельзя присоединиться сюда. Это только кажется, что может. У них есть представительство в соцсетях, если на них перейти, я так понимаю, там будет так же, как на GitHub. То есть, ну хотя нет, слушай, 22 декабря 2017 года что-то писали, 21 писали, ну нет, живет у них аккаунт более или менее, ну как бы все равно тут, типа там, ты 20 твитов в год, ну не 20, пусть 30, но что-то хотя бы есть. Потому что я такой думаю, ага, вон сверху есть, ну и снизу ссылка на GitHub. Я такой перейду на GitHub и сначала перейду еще на блог, вот блог.gov.design, там 3 поста в год. Как бы вот не очень, так скажем, по одному комментарию в них и ну думаю, ладно, сейчас зайду на GitHub, там классно, захожу на GitHub, там по одному коммиту в год примерно. Блог последний раз коммитили 3 июля 2017 года. SVG, карта 18 марта 2017 года была, такие вот репозитории, и там примерно так, один коммит 5 лет назад, два коммита 2 года назад, один коммит 10 месяцев назад. Вот в таком аспекте. И есть даже wishlist, в 15 году еще был коммит. Так, видимо, все wish'и и закончились в тот момент. Единственный репозиторий, который более-менее живет, апдейтнут был 12 дней назад, Symbols. И ладно 12 дней назад, это, короче, в самом репозитории есть readme файл двухлетней давности, в котором просто написано привет, мир. Там же есть папки Geraltry, что означает гербы. Там есть readme, в котором просто написано, что у нас здесь две SVG-шки с большим количеством деталей герб и с маленьким количеством деталей. И три ссылки, что в Википедии двуглавый орел официальный сайт герба Российской Федерации. Все. Но зато добавили... Хорошо хоть какие-то коммиты, хорошо хоть какие-то коммиты есть, то есть это значит хотя бы показывать то, что они хотя бы коммитить что-то могут. Я тебе больше скажу, даже есть один pull-request. То есть кто-то хочет, чтобы использовали SVG-оу, ну то есть оптимизацию как раз вот крыл-б, какой-то крыл-б. Ну, видимо, это один из чуваков. Он же сейчас сам этот pull-request и совместит в какой-то момент. Короче говоря, но зато на designsclub.ru добавили. Причем вторым пунктом, даже перед Mail.ru. Не дать не взять дизайн государственных систем. Я ничего, я даже не ерничаю, просто как бы вот нам в Афе Абзи написал «Вы же ювеб-дизайн», типа нам наш стайл-гайд надо туда предложить. Предложили бы, если бы он был. Все, конец. Вот так бесславно предлагаю закончить обсуждение этой темы. Слушай, интересно, у самого в Афе Абзи есть стайл-гайд, чтобы там, знаешь, так в Афе написано жирным, а внизу так Абзи курсивым. Да, и один коммит, hello world в конце. Просто и все. Да, да. Окей, идем дальше. Последняя тема и последняя тема из дизайна. Абзи ворл. Ладно, все. Короче, Урфин Джуз предлагает. Он, причем, обратив внимание, над этим предложением есть другое, он забыл там ссылку. Привожи, просто зацените темку. Зацените темку. И в следующей уже непосредственно есть ссылка, да, давай посмотрим. Ну, слушай, давай не будем его позорить. Мы зашли с тобой как будто в раздевалку, да, в мужскую. И там все с маленькими письками стоят, и мы такие, смотри, урфин Джуз-то. И дизайн госсистем с еще более маленькой писькой, да, там стоят. Вот, да. Короче, он предлагает нам с Гиг Таймсом, почему палитра современных фильмов оранжево-синяя. Я тебе сейчас заранее скажу, что вот эту тему обсудим и пойдем на перерыв, потому что я пить хочу, как сдохнуть, вообще не могу. Хорошо, я тебя понял. Причем просто бухнуть нормально хочу. Руки трясутся, уже просто сейчас водки влить в рыва 200 и нормально дальше подкаст. Ну, как, в смысле, как обычно. Вот, да, да. Обычно и делаем. Значит, вся тема про то, что на самом деле лучше вообще эту тему не рассматривать. Знаешь почему? Потому что после этого ты не сможешь нормально жить. Блин, ну тут Банданыч, это уже для меня знак качества. Объясни, почему? Объясни, почему? Да, Банданыч, значит, пишет. Он как пишет? Он переводит. Переводит то, что вот заметил ли ты, что в последние 20 лет в Голливуде развился устойчивый курс на оранжево-синюю палитру картинки? Для кого-то, возможно, это покажется лестью, так как это похоже на какой-то из, скажем так, символов вашей жизни, но, но, понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Оказывается, это все не так просто. Раньше, когда, я сразу пойду, тут есть хрешоты, в принципе, которые доказывают, что действительно оранжево-синяя, палитра имеет место быть, много где. Ну, тут Мила Кунис, я сразу ее вижу. Она чья-то жена, ты меня еще должен, как всегда, говорить. Да, Эштон Акачу. Вот, да, да. А дальше здесь, между прочим, этот, как его, Камбур Круч, а после этого Into the Woods 2014 года, я не смотрел, это с, не помню, как ее зовут, потом дальше Вокс Уолл-Стрит. Мэд Мэд Макс. Короче, суть какая, видишь, даже плакаты стали оранжево-синие. И здесь некое исследование было проведено, и посмотри, как используются синие и оранжево в принципе. Подожди, давай так, насколько я знаю, просто в жизни это два самых контрастных цвета. Да, это два самых контрастных цвета, почему же они вдруг стали так сильно популярны? И вообще, популярны ли они? Значит, из-за того, что теперь все снимают не на пленку, ну то есть не все, а большинство голливудских фильмов, то есть понятно, что если мы возьмем какое-нибудь арт-хаусное кино, которое принципиально снято на пленку, просто потому что могут. Вот. Просто потому что это единственное, так скажем, чем можно выделиться на фоне другого арт-хаусного дерьма. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, возможно, пленка, она все-таки хороша все еще. То есть, ну как бы, цифра, наверное, просто дороже, цифра, наверное, просто очень сильно дороже, то есть, чтобы снимать так же, как на пленку, в таком же супер-качестве и хранить это все и так далее, и так далее, и так далее, это, наверное, дороже просто, чем пленка. Просто элементарно дороже. Вот. Мне почему-то кажется, что теперь пленка дороже, потому что ее мало производят. Цифру-то ее производят же, цифры-то еще. А пленки-то как бы уже, по-моему, мало и мало. Слушай, сходи в магазин за цифрами, там, отсыпь, короче. Вот. И да, ну может быть и так, может быть и так, я тут могу ошибаться, спокойно, это легко. Так вот, тем не менее, короче, из-за того, что все в цифре, теперь легко для всего кино, если ты вдруг где-то допустил о грехе, со светом выставленным, да, с какими-то, ну не знаю, с какой-то локацией, может быть, не та погода была, не так было снято, не так были, макияж наложен, и так далее, и так далее. Это все можно теперь скрыть при помощи, ну, при помощи фильтров, наложенных на цифру, собственно. То есть, просто элементарно какая-то маска, которая будет наложена поверх вашего кино, прямо вот так вот сверху. Соответственно, почему же, почему же синий и оранжевый накладывают? То есть, это уже понятно, что что-то накладывают, почему накладывают синий и оранжевый? Во-первых, ну, тут есть небольшой пример, он нас не особо волнует, но тем не менее, есть пример про фильм братьев Коэнов «Oh, brother, where art thou?», что в нашем прокате звучало как «О, где же ты, брат?», я просто открыл на всякий случай. Подожди, вот именно вот это вот, где дама в таком со старомодной причине, это похоже на Фелисити Джонс, это она? Это вроде бы не она, но даже вопрос не в этом. Во-первых, это, кстати, премьер, по-моему, открыт. По-моему, это премьер открыт, судя по интерфейсу. Ну, в премьере тоже есть две вот такие верхние штуки, но все остальное мне не очень напоминает премьер, но я как бы и не эксперт. Возможно, ну или это этот как его, After Effects, я не знаю. это расширение файла .prproject, то есть премьер-проджект, так что да. Да, короче, и они специально состаивали свою цифру, делали вот такой небольшой фильтр старины. Ух ты. Видно, что действительно сделано это специально. Короче, так вот, синий и оранжевый. Здесь есть вот такая выжимка на оранжевом, собственно, написана. И здесь не обязательно, что вот именно лень преследует режиссер, да, или там тот, кто монтирует фильм. Не обязательно преследуется лень, что типа, плохо сняли, давай, короче, все огрехи закрасим одним фильтром, чтобы красиво было. Не обязательно. Специалист по цвету должен обработать двухчасовой фильм, иногда покадрово, примерно за две недели, то есть это тоже большой труд, потому что ему нужно ставить, ну, ему нужно расставлять эти цвета оранжевый и синий, чтобы вы понимали. То есть это не просто так. Ему практически надо окрашивать вручную каждый кадр. Ну, не так, но примерно. 17 мгновений весны, ты имеешь в виду? Да, 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 да. Я помню, где-то то ли в Большой Разнице, то ли в Прожекторе Пэрис Хилтона, а еще тогда было шоу Большая Разница, когда только окрасили, там делали пародию на окрашивание 17 мгновений весны, она реально смешная была. О том, что там все в нелепом розовом, фиолетовом цвете все ходят. То есть там тупо окрашено. там именно дебильно. И там о том, что вообще не надо было такую классику окрашивать, что-то там стараться, усеряться, что все равно это тупо, и вот проще было уже вот в такое розовое дерьмо окрасить, все равно так же тупо получилось. Все, конец. Ну вот, да, оранжевый и синий почему? Потому что здесь написано, в отличие от других пар дополняющих цветов, то есть могли бы, огненный, оранжевый и холодный синий ассоциируются с противоположными концепциями. Огонь, лед, земля, небо, суша, море, день, ночь, гуманизм, безразличие, взрывы, фототистические виды. То есть это метод усиления картинки, понимаешь? То есть если ты такой фильтр уже наложил, или наклал, как никто-нибудь бы сказал, то у тебя как минимум просто картинка усиляется. Этот эффект, он прям тебе вот в мозг. Вот такой сильный контраст это даже не столько насыщенность, сколько просто классность. Это просто круто, потому что трансформеры все сняты просто в оранжевом и синем. Просто все, здесь есть кадры, где вот, собственно, главный герой, видимо, Шайл Лабаф, играет вот в трансформеры, тут все, все, тут взрывы, все, до свидос. И здесь дальше показывается, что, вот, например, как фильм Эмили, или Эмили, как бы, Амили, 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 конечно. Амили, да. Он-то снят как раз в тех цветах, которые абсолютно не оранжевый и не синий, наложили трансформеровскую эту. Посмотри, как заиграла сразу она. А как? Вот, ну, просто какой-то типа эпик получился, сразу кажется, что она сейчас будет бежать, сражаться там с кем-то. Да и вообще, как-то это все выделяется, она сразу так на фоне этого, ну, как-то по-другому все равно ощущается, то есть реально, как будто эпик, и прям вот очень важно, что вот она вышла на фоне какой-то там церкви, я не знаю, еще собора. И посмотри, как Меган Фокс переделали на... Знаешь, какой-то сразу сраный блокбастер, такой, точнее, не блокбастер, а такой, знаешь, Крепкий Орешек первый получился по качеству. Такой, знаешь, на кассете, на VHS, как будто ты купил. Я не помню, я скидывал в наш микрочатик этот, пасхалку из Крепкого Орешка, что там на самом деле вырезали сцену, в которой показывают, что типа все бандиты в часах, но там у них какие-то часы специальные на правой руке. И Брюс Уиллис именно из-за этого в конце понимает, что там один из чуваков это переодетый бандит, он как бы смотрит на часы, но поскольку уже... Да, поскольку уже вырезали ту часть фильмов, в которой нам показывали, что у них у всех эти часы, только Брюс Уиллис понимает. Так бы еще и внимательный зритель понял, а так только он это понимает. И вот спустя там 25 лет режиссер или кто-то там продюсер, сценарист сознались, что типа вот вы, говорит, все 25 лет думали, почему Брюс Уиллис в конце понял, что там тот чувак это гадский чувак, а вот потому что часы ему эту сцену вырезали и тупняк. А, слушай, что-то ты кидал, да. Я кидал, кидал, я кидал. Я на работе прям сидел, да. Ну это достаточно сложно для понимания, в принципе, что эти часы явились вдруг через 20 лет. Ну вот да. Кому это нахрен надо было? Особенно если вспомнить последнюю часть Крепка Овешки, где просто тупое говно дупого давна. Да, да, четвертая или какая-то там пятая, ну уже да, уже где он супер старый, лысый вообще. Боюсь, что скоро вскроется, что там тоже какие-нибудь часы были. Ну всем будет уже похрену, потому что все равно все это посмотрели один раз и забыли. Да, да. Лайк, если ты один раз посмотрел и забыл последнюю Крепкую Орешку. Окей, я думаю, перед связками новостей, ну, как ты сказал, отдыхаем, поэтому перерыв. Отжали паузу, можем... Продолжаем, продолжаем, продолжаем наши темы. У нас сейчас светские новости, блок светских новостей. Угу. И первая новость, она как бы вроде светская, да? Как львица. Но, знаешь, такая для пацанов, которые типа хотят жить круто и быть, самое главное, незараженными вирусами. Для друзей-друганов своих пацанов, я тебя понял. Да. Короче говоря, 4 января новость на Тижурнале. Угу. Frequently asked questions по чипокалипсису, что известно о масштабной уязвенности процессоров. И заметь, здесь тоже оранжевый и синий. Мяу. Вот, да. Теперь везде будем, видите? Короче. Короче, оказывается, все наверняка уже нас слышали, но просто хочется повторить, подытожить, подвести итог, провести черту, я не знаю, над тем, что... Да просто мы с тобой не можем остаться вдалеке от этого. У нас есть долг, так скажем, какой-то, я не знаю какой. Все по-любому издалека хотя бы слышали, что типа Intel процы подверглись тому, что нашли уязвимость, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не только процы Intel в ПК, здесь написано, вот, но и других производителей, в том числе смартфонов. Так что, например, A6, A8, если вы понимаете, о каких я процессорах, то есть об Apple процессорах. От ARM процессорах, так сказать. Да-да-да. Вот, они тоже могут быть, они тоже могут быть. Здесь, значит, что пишут? В чем уязвимость? Точнее, где вообще, откуда она взялась? Значит, есть такая хреновина в проце, спекулятивное исполнение команд, так называемое. Проц, короче, он умный до талового. Да, вообще-то процы классные. Это все от того, что они классные. Вот, да. И из-за того, что они слишком классные, проц, когда начинает, ну, несколько программ работать, считать, то, короче, допустим, если одно, в смысле программ Notepad++ и приложение от Ubisoft. Нет, нет. В смысле программ внутри проца, в смысле программы его обсчитывают. То есть, он считает там одну форму и вторую форму условно, да? Короче, когда он понимает, что, допустим, одной программе А может когда-то потребоваться, ну, какой-то результат, но пока она там делает свое, считает, он дает нагрузку на программу Б, которая там, может быть, лежит где-то в другом месте вот этого, как бы, кэша, скажем так. Короче, в этот момент, пока А считает свое, Б посчитает для А свою тему, чтобы потом А забрала этот результат. Ну, короче, это вот да. Вот, как бы забрала или не забрала. То есть, если А, допустим, программа не обратится к Б, ну, похрену, ну, окей. Вот, и это как бы такое спекулятивное исполнение команд, потому что, как бы, команды, получается, исполняются, в общем, одна исполняет то, что должна исполнять другая, по сути. Ну, как бы, это глупое объяснение, казенное, но тем не менее. В общем, в чем уязвимость? В том, что злоумышленники могут получить доступ вот как раз к тем данным, которые обсчитала общая память, то есть, память Б программы. Потому что, типа, А там, но она занята, а Б, она считала результат, по сути, вот как раз для А хрени. И можно узнать, в принципе, что происходило. Все выходы, входы есть. Вот эти две уязвимости, они называются как Meltdown и Spectre. Это не про Бонда 007-го, а просто Spectre. Ну, Meltdown, то есть, крах и Spectre призрак. Meltdown это такая легонькая тема. Это когда Meltdown позволяет нарушить барьер между приложениями внутренней памяти операционной системы, что открывает доступ к данным, хранимым в памяти ОС, в принципе, операционной системы. Spectre нарушает такой барьер между самими приложениями. Условно, один сервис может залезть в память другого. Spectre более сложна в исполнении, но ее и сложнее победить, поэтому исследователи считают, что атака будет как призрак еще какое-то время преследовать пользователей и разработчиков. Страшные вещи, страшные вещи. Вот. Давай успокой хотя бы. Я уже напрягся. Не, еще пока рано для успокоения. Так вот, из одной только сути атак Meltdown Spectre можно сделать вывод об уровне опасности и уязвимости. Она затрагивает не только системные данные, но и данные внутри приложений. Поэтому, потому что все они обрабатываются на процессоре, а подвержены ей все крупнейшие производители. И AMD, как я понимаю, тоже подвержен. И ARM, тоже они как производители, типа, как чуваки, которые что-то там делают с процессами, они тоже подвержены, естественно. Вот. Значит, соответственно, это затронет практически всех людей, у кого есть, в принципе, какие-то девайсы. вопрос только в том, что происходит. Точнее, не что происходит, а закрывают ли это дерьмо или нет. Здесь еще много всякого-всякого-всякого, что типа, вот, оказывается, мы же тут типа облачные технологии же тоже должны обновлять. У нас же там Amazon Web Services тоже же работают на таких процессах. А если они работают на таких процессах, это что они могут там занести нам? Сколько людей-то обращаются к этим облачным сервисам? То есть это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и, короче, вроде как Amazon говорят, что да-да-да-да-да-да, мы уже меняем. Microsoft Azure тоже говорят, да-да-да-да-да, все мы там меняем, уже все там пропатчиваем, жесть. Да кого? Я даже больше тебе скажу, там пишут, что кто-то уже отметил, что снизилась аж производительность уже. Да, то есть именно из-за, нет, снизилась производительность из-за того, что, короче, они пропатчили, то есть эти патчи они снижают. Да-да-да-да. То есть реально как бы типа что-то делают, но как бы это от этого сильно лучше не становится. Ну да, они предупреждают, что в некоторых, так сказать, программах там от 8% до 30% в других, то есть такие крупные вычисления скорее всего реально пострадают, потому что такая оптимизация, она нужна и важна, она же придумана, это было не просто так все-таки. Да, ну и, короче говоря, здесь дальше, что делать пользователям Windows, Mac OS, Android, iOS и Linux. Так вот, что делать? Во-первых, у тебя есть несколько вариантов. Во-первых, ставить обновы, как нормальный белый человек. Хороший такой вариант. Да. Просто смотреть, следить, обнова вышла, вот там, например, есть ссылка, короче, которая выходила на винду. Также выходили обновы под iOS, а под Mac OS, во-первых, выходила обнова, да и под iOS тоже выходили обновы, они уже вышли еще в декабре, то есть, в принципе, закрыто уже, все можно не кипишить. Кто Apple девайсы юзает? На Linux там непонятно, опять же, на какие версии что выходит? Linux'ов много разных. Я думаю, на всякие основные, типа там, Fedora, CentOS, Ubuntu и прочих других, не знаю, Nix систем популярных, да. Да, да, я думаю, уже тоже все повыходило, хотя, опять же, вот, все нахрен, кто ядро-то обновляет? Это же надо юм апдейт или аптгет апдейт писать каждый раз. То есть, это прям целое дело. Я вот к нам пошел на ВПСК и все обновил немедля. Вот именно что, то есть, это серьезная тема. Значит, либо это делать, либо, короче, ждать просто обновления, если все еще не вышло обновление. Хрен его знает, может быть, тайком было внедрено. Не написано, знаешь, в багфиксах, а еще в декабре залили. И третий вариант, самый классный, это игнорировать сообщения, но при этом подвергать свои данные риску. Это вариант победителей. Да, да. Ну вот такая тема про чипокалипсис. Я надеюсь, что нам кто-нибудь напишет хоть один пострадавший в комментариях. О, я прям, я очень хотел бы, чтобы вообще нам что-нибудь про это написали. Так сказать, инсайдерскую информацию. Я бухал с интеловскими чуваками, они сказали, что это все хайп, там просто говно. Что это все фейк, на самом деле это все, знаете, завезли какие-нибудь там эти, там не знаю кто. Ну да, да. Короче, окей, пойдем дальше. Дальше классная тема. Классная тема на Geek Times про Илона Маска. Илона, простите. Про Илона Маска, который, между прочим, крутой пацан. В том плане, что он нас еще сделал, нас еще сделал, перформанс устроил. Главное, чтобы не инсталляться. Да, да, оказывается. Заголовок звучит так. Не шутил, он не шутил, SpaceX готовится запустить Tesla Roadster на Марс. Звучит смешно, как бы. В принципе, это сделано, я уверен, что ради хайпа, ну, отчасти. Как и многое, что делает Илон Маск, в принципе. Но, тем не менее, и что делает SpaceX. Но, тем не менее, выглядит прикольно. Значит, тема такая. В начале декабря... Возможно, they lose off. They did it for the lose. Да, в начале декабря Илон Маск зарофлил, типа, все подумали, что он зарофлил, в инсте. Слушай, надо на инсту, что у него инста есть, оказывается. Я думал, он в телеграме. Ой, фу, в телеграме мне все пишет. В твиттере все пишет. Нет. Оказывается, в инсте зарофлил, говорит это, пацаны, знаешь, что сделаем, короче? Запустим Roadster, ну, тачку как бы, машину тесловскую, прямо на Марс. Мяу. Ну, он вроде как написал это, ну, видимо, не настолько сильно зарофлил. Это я бы так зарофлил, если бы был Илоном Маском. Он все-таки написал, что они запустят на ракете, внутри ракеты. Потому что, если просто написать Roadster, запустим немножко, многие покрутят у виска пальчиком. Стопудово. Да. Но на самом деле, конечно, да, реально, сейчас, короче, все уже это спланировано. Будут запускать самую крутую ракету, которая есть у SpaceX, самую тяжелую, которую до хрена может вывести. Реально, короче, загонят тачку, на которой гонял Илон Маск. Я не знаю, насколько он часто на ней гонял, он достаточно ново выглядит, может он просто на мойку съездил. Хреново знает. Но вот его красный Roadster, вот этот тесловский, который они же и делают, ну, Тесла делает, по сути, практически SpaceX, одна компания. ИП Маск, короче, значит, вот ИП Маск, значит, все, загонит тачку внутрь. ИП Илон, я бы, что так сказать. ИП Илон, да, 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 вот, внутри ракеты и стартанут на Марс, значит. он так очень классно, так романтически сказал, что она в космосе, возможно, будет миллиарда лет лет, летать там, как говно, да, болтаться, либо взорвется при взлете, сказал бизнесмен. Ну, я надеюсь, что там же бензина-то нету, в Тесле-то. Так что, ну, вроде как, нечем воспламеняться, уж прям сильно. Ну, что еще можно сказать? Кто-нибудь бы сказал, что тот аккумулятор, который в Тесле, он тоже, на самом деле, взрывоопасен. А, он гибридный, ты имеешь? А, что этот аккумулятор еще более взрывоопасен. Да, если его там как-нибудь чиркануть, чиркануть, чиркаш на нем поставить, то может бомбануть прям вообще. Ну, я думаю, что чиркаш поставится у чувака, который конструктор, конструктор ракеты, если там все это взорвется. Вот. Слушай, ну, прикольно, прикольно. Я зафоловлю Илона Маска на институте, чтобы получать прям свежее. Вот, когда у них бахнет, чтобы Ротстер прям, когда бахнул, мы бы поржали. Вот, короче, окей. Больше здесь нечего сказать? Сказано, сделано, я тоже тогда это еще сделаю. Да, больше здесь нечего сказать. Здесь есть какие-то детали, что да, 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 это самая, самая дорогая, самая классная ракета, которая у них есть. Жаль, что он не хочет вернуть обратно. Было бы прикольно, если бы она долетела, еще бы у нее была программа автопилота назад, вот это да, но до Марса лететь, как мы понимаем, не так близко, как до Луны. Да и просто, так сказать, приземляться и подниматься вверх нужны разные двигатели, разное топливо, и просто столько топлива с собой вести, ну, короче, там по экспоненте все растет, и на самом деле это уже нереально становится с нынешним развитием, так сказать, технологий, поэтому все это, конечно, такое. Да, все это, конечно, такое, согласен. Идем дальше. После Илона Маска у нас есть история про сам Geek Times, с которым мы читаем новости. Оказывается, на самом деле, я вот эту тебе статью предложил рассмотреть, вот буквально из-за пары цифр. Ну, давай, мне интересно, как ты увидишь это, как ты увидишь эту статью, я потом скажу, на чем я бы заострил внимание, будь я тобой, а вдруг ты и сам на этом же заостришь. Да, да, на самом деле, короче, Geek Times, оказывается, существует уже год, когда-то это все было свалкой на хабре под определенными тегами, но теперь они выделили это в отдельный ресурс GeekTimes.ru. Я думал, что наоборот, уже очень давно, но... Тем не менее, вот тем не менее, только-только, годик всего, представляешь, мы сколько читаем уже с Geek Times, у нас полподкаста на Geek Times. У нас просто свои герои уже, зеленый кот, банданыч. вот, вот, конечно, много было очень романтических историй про космос, про читанность Geek Times, то есть, это, в принципе, для нас ресурс хороший для нашего подкаста. Тем не менее, короче, год пацанам, аудитория растет по их данным. Публикации, кстати, не особо растут, они немножко получаются. Я хотел сказать, что количество публикаций упало. Возможно, они стали качественнее, я не берусь. Очень много публикаций реально выходит в свет, то есть, есть шанс, что вы напишите хорошую, есть шанс, что вас запастят на Geek Times, то есть, отклоняют буквально понты, вообще понты. Вот, то есть, если есть что сказать по научпопу, по такому, то добро пожаловать. Там и про здоровье хавают на Geek Times, и про все там хавают. Просто, интересную статью пишешь, значит, и тем более, что здесь есть голосование, которое Geek Times проводили, видимо, в паблике у себя, и всем людям важен контент. Именно, если публикация классная, то не важно, какого размера у вас, скажем так, статья. Вот, поэтому размер абсолютно не важен им. Если интересно, то классно. На самом деле, вот тут смотри, через песочницу меньше стало, то есть, меньше стали пропускать, так скажем, людей извне, но больше стало переводов, то есть, больше стали лениться не писать собственные, так скажем, статьи, а именно переводить переводы. Ну, это так, это я как бы просто вот... Ну, да, переводить переводы начали, тем более, что людей стало больше, зарегались больше народу. Видимо, переводы интересуют, все-таки там классный контент, который переводит, который Банданоч переводит лично. Интересно, Банданоч, это уже мета-человек, это несколько китайцев сидят за него, или таджиков работают, или это все-таки реальный человек, который прям вот работает. Реальный человек в Бандане, да. Здесь очень есть такие смешные, смешные щутки про то, что из 673 тысяч пользователей, которые, конечно же, скажем так, сметчены с пользователями Хабра, как я понимаю, ну да, тут один аккаунт. Конечно же, это не все пользователи GeekTimes, скидает один аккаунт, вот, из них только 117 тысяч, это мужчин, то есть 17 процентов, 1 процент, это женщины 8 тысяч, а остальные неопределившиеся. С такими пропорциями невольно задумываешься о существовании иных форм жизни. Ну, шутки, короче, пацаны. Вот, но здесь есть некая стата, какие разделы больше всего смотрят, конечно же, научно-популярные, больше всего интересуют. Ну, это такое а-ля вообще, на самом деле, название научно-популярное, то есть, ну, как бы, окей, гаджеты тоже, ну, окей, не совсем, вот DIY сделай сам, я представляю, там сплошные Ардуино. Ну, или там какие-нибудь коробки сколачивают, чуваки. Ну, коробки-то на GeekTimes, конечно, не сколачивают, там, скорее все-таки, да, но если здесь коробки... Мне кажется, и коробки тоже. Именно какой-то смастерист сабвуфер своими руками. А, это может быть, да, такие коробки, да. Ну, здесь небольшой пиар-компании на халявку, они просто составили рейтинг, кто, какой блок, какой компании больше всего публикуется. Я даже не буду останавливаться, абсолютно. Mail.ru тут лидирует в покрутости, в каких-то тоже там лайках, во всем, во всем. Короче, они поздравляют нас с наступающим Новым годом, говорят, что будет еще круче. Мы, в принципе, рады. GeekTimes для нас стал, ну, таким хорошим, русскоговорящим ресурсом, вот. И я даже не знаю, что еще сказать. Желаем им, чтобы они дальше продолжали. Тут классно, да. Продолжайте, так сказать, нас снабжать качественным контентом, а мы будем вас дальше снабжать просмотром, потому что с нашего же подкаста основные все просмотры идут, я думаю, у них на сайте. Конечно. Поэтому... Трафик с нас вообще льется рекой. Вот именно. Дальше, дальше тема от Сережи, Сережа, прокомментировал. В Казахстане запретят анонимные комментарии. Вот просто шутка-вспышка. Точнее, даже это не шутка. Это реальная тема, что господин Нурсултан Назарбаев подписал такие поправки по всем вопросам, которые были не обкашлены, вопросики. Вот. И оказывается, теперь, теперь, действительно, действительно, по законодательству Казахстана, Республики Казахстан, нельзя делать так, чтобы читатели могли оставлять анонимные комментарии. Все. Нельзя больше без смс-идентификации, например, без какой-нибудь, не знаю, электронной цифровой подпись, например, нельзя, чтобы были вот такие, знаешь, какие-нибудь вот эти грубые высказывания в адрес какой-нибудь там... В адрес самого Султана Бишича. Как минимум, как минимум, и в том числе в адрес Плова, например. Я не знаю, почему, но Плов. Можешь же про Плов плохо сказать? Ну, слушай, это в Узбекистане нельзя, в Казахстане, мне кажется, все равно можно. Извините, все. Так вот, короче, суть какая? Тут в адрес Кумыца скорее, хотя это тоже Узбекистан, ладно, не знаю ничего. Да, не знаем ничего, к сожалению. В адрес Акрынов, например, известный. Вот, да, да. Вот, согласись, вот это точно уже, да. Короче, знаешь, что я тебе могу сказать? Как ты думаешь? Это все, это, собственно, на этом все. Просто все известные Акрыны, они родственники. Ну, Суртан, ладно, все. Ладно, да. Короче, главное, какая тема? Как ты считаешь, будет ли у нас, то есть в Российской Федерации, я имею в виду, Владимир Владимировичем подписан подобный закон? Да, слушай, я думаю, он выше это. Он каждого, кто пытается читать, он вот сам такой просто, ему скажет, и все. Ты имеешь в виду, ему проще на анонимный комментарий написать, я твою мамку? Конечно. Это значительно проще, чем просто запрещать. У нас ввели же вот эту тему, что, ну, ты помнишь, надо это. Обязательно, так сказать, политику безопасности, что типа вот, у нас на сайте собираются персональные данные, контактные формы, там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и то все еще особо это не проверяется все. О, ужас. Поэтому, если даже у нас такое и введут, то я считаю, что это все не так скоро, так скажем, будет приведено в исполнение, и поэтому обсуждать как-то даже и смешно. Ну да, да. Хотя я просто, может быть, просто сам незаконно послушное говно, поэтому у меня такие мысли ужасные, что не будут соблюдать, а на самом деле все такие супер классные, законно послушные и будут, не знаю. Ну да, посмотрим, как это, как, что, что будет вообще дальше происходить. А следующая тема, даже это не тема, скорее вопрос от Коляна, который прокомментировал, как хранить свои пароли? Просто такой вопрос. Вот, я сразу отвечу от себя, тоже, опять же, одной строкой. Я как старик вообще полный, я иногда использую такой текстовый редактор, как Notepad++, во-первых, но это не к паролям, я его не использую для пароля, естественно, для хранения, поэтому, ну, исходя из того, что я, в принципе, старик, я скажу, что я использую такую супер программу, которая называется KeyBuzz, которая тоже очень по 90-м выглядит, но почему-то мне вот кажется, что она нормальная. Можешь прям таскать с собой базу, она вмещается на дискету, мне кажется, если я захочу поиграть в хакера, то я могу на дискету эту базу записать, прям, а потом ее с другого кипаса открыть со своим паролем, и никто ее никогда там супер шифрование не откроет. Со своим внешним флопиком. Да, конечно, я приду в очках темных, вот, облегающих, и будет нормально. В плаще. Ты как хранишь? Ну, у тебя какой-нибудь сейчас, естественно, чейн, естественно, маковский, правильно? Ну да, у меня iCloud-овский keychain, все правильно ты сказал, но суть-то в другом. Суть в том, что вообще-то первоисточник у меня в ежедневничке моем с красными страницами, который у меня все время с собой в рюкзачке. Ну, это палео, это палео. А как у тебя рюкзачок выглядит? А где ты ходишь с ним чаще всего незащищенный, да? Ну да. Ну вообще, я ничего не могу с собой поделать, но там все равно первоисточник у меня. Ну да, iCloud-keychain, просто iCloud-keychain на Windows, я не знаю, есть или нет, может и есть, но я как-то не задавался этим вопросом, а на Mac'е и на всех iOS-девайсах, да, у меня это все подгружается и все классно. Да? Ну, как-то по-простому у нас с тобой, но от души. Ну слушай, вот ты говорил, я старик, пользуюсь ноутпадом плюс-плюс, я ноутпадом плюс-плюс иногда кодировки файлов меняю, вот он мне сугубо для этого нужен, хотя как бы сильно к старикам себя не причисляю, поэтому все, так сказать, можно, все возможно в нашем мире бушующем. Да, это, по-моему, последняя тема из светских новостей, так что давай разработочку. Ну давай, давай разработаем сначала наших подписчиков. Разрабатываем, смотри, разрабатываем как, легко, легко, смотри как. по-любому, после праздников встал вопрос, как говорится, у меня встал вопрос, куда, куда, положить свой сайт, чтобы он прям лежал там хорошо и открывался с первого раза и, значит, был доступен каждый раз, всегда по одному и тому же адресу, например. Вот встал такой вопрос. Я уверен, что все Дед Морозы сейчас задумались о каком-то своем бизнесе, потому что все, Новый год прошел, надо что-то открывать, правильно? Конечно. А хотя они об этом задумались еще, знаешь, о чем? О том, что надо рефералку открыть со SmartApe, потому что очень много кто попросил на Новый год аккаунт на SmartApe.ru. Вот, вот, поэтому uvbizign.ru slash SmartApe, пацаны, заходите. Да, мы как настоящие Деды Морозы уже позаботились о рефералке, если вы хотите поддержать наш проект, вы еще так можете это сделать, потому что хостинг просто outstanding, он просто настолько классный, что вы даже себе представить не можете. А почему он такой классный? Потому что там я держу пари, что уже обновились и никакой молдаун или спектр вам не грозит, если у вас все на SmartApe лежит. Поэтому uvbizign.ru slash SmartApe, я считаю, что тарифы вам придут совсем по вкусу, так сказать. Каждый найдет себе подходящий какой-нибудь тариф и останется прям супер доволен. Поэтому обратите внимание. uvbizign.ru slash SmartApe. Давай тогда, что там? Что у вас крипто будет сегодня? Нет, у нас была, у меня в шорт-листе была тема типа опять там фронт-энд 2017-го, что было, но я вспомнил, что мы подобную тему обсуждали неделю назад, а там реально переливание просто из пустого в порожнее все то же самое. Я такой думаю, да нет, мы не будем повторяться. Поэтому, чтоб ты понимал, в этот раз вся разработка она про WordPress. То есть у нас когда-то была рубрика WordPress'а прям вот целая собственная, так скажем, но нет, в этот раз, конечно, да просто уже время ушло, уже вот какой целый WordPress? Это уже неактуально, как про зайцев, поэтому мы просто можем пару тем, так сказать, про него рассказать и все. Давай. Так, Алекс Рожас, некий, на MediaTempl'е пишет, а он, кстати, часто на MediaTempl'е писал. 29% интернета на нем работает. На мой взгляд, упало количество, когда-то, я помню, было больше 30, так что как-то даже и неприятно мне сейчас стало. Но вот, да, все меньше и меньше сайтов опять работает на WordPress'е и WordPress либо как-то адаптируется под этот изменчивый мир, либо уже подчинится и сдаст, так сказать, пальму первенства, хотя я не уверен, что он сдаст его кому-то одному, а просто... А кому? Я просто не знаю, кому сдавать-то, VIX'у или кому? Да, ну, может быть, да, может быть, Single Page Application, которые там на React'ах, на Angular'ах написаны, что сейчас все будет уходить именно вот в такие супербыстрые приложения, которые с API'ами только работают, и сама целая CMS'ка тоже будет слишком тяжело, хотя, учитывая размеры среднестатистических папок NodeModules, по поводу тяжело, это еще вопрос, что тяжело. Ну, так вот, короче говоря, первое, что следует ожидать, это Gutenberg. Это все вот этот многострадальный редактор, на который сделал ставку Мэтт Муленвек, что типа все за Gutenberg, и да, его пришествие будет, скорее всего, в этом году, такое официальное. Почему? Ну, потому что он ожидается в WordPress 5.0, и в WordPress 5.0 как раз тоже ожидается в 2К18. И вообще, что такое Gutenberg? Кто не в курсе, это такой блоковый редактор, короче говоря, практически пейдж-билдер, встроенный уже сам в WordPress, то есть раньше мы эти пейдж-билдеры видели только в платных темах всяких, типа АВАДы, а теперь его прям в само ядро всовывают, и, ну, типа его ждут и думают, что это будет классно. Я не могу, так сказать, тем же оптимизмом, тот же оптимизм разделить. Кстати, сам Алекс, Алик, не знаю, Алекс он или Алик, ну, короче говоря, он тоже разделяет мой скепсис по этому поводу, что, несмотря на то, что, ну, как бы, контентщикам будет удобнее с ним, скорее всего, потому что он весь такой юзабельный, весь прям такой наглядный и классный, но разработчики, скорее всего, взбунтуются, потому что у них уже был стандартный классный воркфлоу по разработке тем, а теперь под этот Гутенберг надо будет адаптироваться. Кстати, Гутенберг придет на смену и обычному классическому редактору TinyMC, который мы привыкли видеть в админке, и кастомайзера не будет теперь. Все будет в этом Гутенберге. Столько работали бедняги над кастомайзером, что теперь как-то даже и не верится, что сами от него решили отказаться в пользу какого-то более ультимейт-решения. Не, ну это, я считаю, революция. Это, я считаю, революция. Да, мы как бы, никто и не заметил, а революция-то и подкралась, поэтому следите вместе с нами за развитием событий. Да, второй пункт как раз WordPress 5.0, и там в основном про Гутенберг-то и говорится, о том, что вот спустя три года после мажорного вот этого релиза WordPress 4, который нам тоже как раз привнес в основном-то кастомайзер. Начиная с четвертой версии его и начали очень сильно форсить. Вот теперь будет Гутенберг. Так что вот да. А вообще, кроме этого, еще VR будет, и о том, что типа будут прям вот, ну, большие плагины WordPress-овские с VR-ом связанные, и видимо, какая-то, ну, дополнительная работа в этом отношении проводится, что, грубо говоря, WordPress будет, так сказать, это, на острие новых технологий и работать с VR-ом. Мне верится настолько с трудом. То есть, если мы говорим о том, что Гутенберг-то, скорее всего, разработчики будут игнорировать, потому что это надо будет менять workflow, там что-то подстраиваться, то с VR-ом тут вообще конкретно другая история. То есть там, ну, не знаю, это так, мои просто рассуждения по этому поводу. Мне кажется, это все будет очень нескоро и очень не сразу и вообще. Но ожидать можно поползновений. REST API, тоже мы уже второй год про него говорим, что вот-вот будет REST API, будет классно. Тоже, который раз мы уже про него говорим, ну, будет, будет классно, почему бы и нет, тем более, что уже очень много связок таких используется, что вот есть у контент-менеджеров есть WordPress, они на бакенде в нем сидят, им удобно заполнять там статьи и так далее, а уже непосредственно в базу вот лезут через там Vue.js какие-нибудь приложения и да, потому что вот сайт у них на WordPress у компании, его переделывать долго в другую базу переносить и нахрен надо, а вот мы сейчас к существующему WordPress уже подключим какое-нибудь Vue.js быстренькое приложение и да. Ну, я согласен, почему бы и нет, REST API нам позволяет такие возможности добиться, хотя сейчас вовсю уже GraphQL будет популярен в этом году во фронт-энде, опять же вам, инсайдерская информация, а это тоже такое. У тебя какие-то связи, что ли, там? У меня с Facebook непосредственно, они же GraphQL разрабатывают, насколько я помню. Это такой тоже API для доступа в базу, но вот не REST такой, который вот точечно на адрес пришел, тебе какая-то инфа вернулась, а практически ты беспрерывно можешь инфу из базы подгружать и всю, и вообще, и так далее. Короче, прям он удобный, вот под него-то WordPress, похоже, еще 100 лет будет подстраиваться, поэтому да. Ну и последний пункт, это знаешь, как вот пункт типа, ну вот дальше будут забивать, там реализовывать моменты и вообще все будет классно. Вот, короче говоря, big beautiful themes. Хорошие темы будут делать, не только блоги, как обычно, но еще и новостные сайты, и мультимедиа, и экспириенс, и вообще все будет классно, классно, классно. Вот чего ожидать от WordPress в 2К18. Вот, а еще у нас тот DZMitrock комментирует, что это правда, не знаю, в тему ли сюда, или надо писать, отписать, но хотелось бы слышать ваше мнение. И здесь твит Элиота Кондона, чувака, который сделал плагин Advanced Custom Fields, и он пишет о том, что не могу, говорит, дождаться следующего года, релиз Advanced Custom Fields 5 будет бесплатный, и также новые фичи. И он спрашивает, правда ли это? Ну, слушай, когда 4-й Advanced Custom Fields вы релизнули бесплатно, вышел 5-й платный. Надо думать, в этом году выйдет 6-й платный, 5-й сделают бесплатным. А в 6-м будут, опять же, классные новые фичи, которые вам взорвут просто мозг, и все просто заново купят 6-й. У нас, кстати, вот 5-й платный есть, после того, как мы обзор на него делали и так далее. Поэтому... То есть ты решил понтануться? Ну да, почему бы и нет? Просто мы классные. Мы... И все. Все, конец. Вот про разработку у нас закончилось. А дальше у нас... Ой, дальше у нас вообще просто шик. Ой, это то, что ты читал часами, да? Да, это то, что я уже 3 недели, я, наверное, это уже читаю. Я даже в ВК умудрился эту выложить статью, потому что она мне просто весь мозг порвала. Слушай, я могу, в принципе, тебе немножко дать отдохнуть, передохнуть, одну темку свою посмотреть, потом ты эту, а потом последнюю. Или, например, я две могу... Давай, ты можешь две посмотреть, только рад буду. Как скажешь. Давай, давай. Короче, с Geek Times опять же. Так, открываю. Я знаешь, как будто уже представитель Geek Times. Здравствуйте, Geek Times. Короче, предлагают нам новость. Geek Times, в смысле, не вы, а Geek Times предлагают нам новость. Пентагон рассекретил архивы программы по изучению НЛО, на которые было потрачено около 20 миллионов долларов. США, естественно. Эту, кстати, тему я просто из рассылки нашел, поэтому ее нам я предложил. Горячий заголовок, но, знаешь, оказалось-то практически, ну вот знаешь, если бы я был ребенком, да, вот если бы мне было сейчас лет 10, так, то я бы плакал, да, я бы плакал бы просто после этой темы, скорее всего. Почему? Я объясню, почему. Значит, НЛО вообще в принципе, что такое НЛО? Неопознанный летающий объект. Объект. Вот. Значит, неопознанный летающий объект, который, который может быть зафиксирован, да, в воздухе, например, то есть, что, когда мы говорим НЛО, что мы думаем? Это как бы тарелка летающая, зеленые человечки выходят, газета Аномалия, да, например, Смолдаршев еще. Вот. Я бы, да, я бы в принципе дал эту статью читнуть, например, Фоксу Маундеру и Скали, например, агентам, вот, из X-Files, потому что они, скорее всего, были бы не согласны абсолютно с этой статьей, но тем не менее, здесь говорится о том, что Пентагон, Пентагон, аж, они уже хрен знает сколько, 10 лет подряд, потратили, потратили кучу бабла на это, значит, времени, чтобы исследовать в принципе НЛО, которые есть и летают над землей. Причем не с прицелом на то, чтобы найти зеленых человечков, да, или какую-нибудь там тарелку, а с прицелом на то, что вообще в принципе, что это там у нас летает по нашей территории США, например, потому что в принципе Китай уже делал это, потому что Китай уже было интересно, что там летает. Поэтому США, ну, они не могут уступать никому, в любом случае, им надо было сделать такую программу, поэтому полностью они бросили все на дохрена времени и денег, короче, на то, чтобы расследовать все НЛО, которые летают. Естественно, это говорится не о летающих тарелках, то есть они как раз летающих тарелок не заметили, как я понимаю, потому что, ну, может быть, конечно, это не рассекречено, это смешно, но, значит, было что, было постановлено, что на самом деле все НЛО, которые были, это в основном какие-то, то есть вот как НЛО, допустим, летающая тарелка, да, то есть люди, когда видят летающую тарелку, это какой-нибудь блик или какой-нибудь, какой-то эффект такой, который, короче, создается там или у глаза с помощью там, ну, солнца, от какого-то блестящей хрени, да, там, или если ты смотришь в какой-нибудь бинокль, на бинокль у тебя это все будет бликовывать, короче, на линзах, я хотел сказать, да, почему это кажется, как будто это тарелка, то есть чуваки многие говорят, что на самом деле до хрена всякого мусора падает с неба, те же самые корабли, какая-нибудь станция опять расхренача, то есть НЛО тарелки же, их не каждый день видят, адекватные люди, я имею ввиду, неадекватные, это может быть каждый день приходят, вот, да, ты видишь же гендиректор НТВ, да, да, вот, а к адекватным людям НЛО прилетает, но редко, на самом деле, а именно они видят, ну, какой-то случайный действительно объект, может быть, это даже и не космический, но в основном, допустим, то есть он говорит, вот осколки какого-нибудь от корабля отвалились, и говорит, они, осколок корабля, он в принципе сделан-то охрененно, он сделан там из стали, из титана, короче, и пока он летит, он деформируется по-разному, естественно, потому что, ну, там скорости дикие, он там реально плавиться начинает, и когда вот просто человек идет там, стоит на своем пикапе, едет день в Америке, да, и ни хрена себе летит какой-то очень такой, знаешь, вылизанный, плоский такой предмет, который блестит, короче, охрененно, еще и горит этот момент, то есть людям реально кажется, что это летающая тарелка, что сейчас реально будут там из бластеров по ним стрелять, на самом деле, это просто, ну, ничего такого, это как бы действительно НЛО, но это не то НЛО, которое мы придумали, это просто хреновина какая-то отвалилась от МКС, тьфу-тьфу-тьфу, вот, и летит, короче, вот, ну и не обязательно МКС просто от самолета, если самолета мимо. Мало ли, да. Мало ли, через всякого говна бывает, короче, вот, поэтому вот такая тема, собственно, все, на этом все, вся тема в этом, в том, что, короче, в сказки не надо верить, поэтому я говорю, что если бы я был очень-очень молодым сейчас, еще моложе, чем я сейчас, хотя казалось бы, куда, то я бы очень сильно расстроился, потому что мне казалось, что все-таки НЛО существует, и когда-нибудь они прилетят к нам. Ну, вообще, я вот так тебе что скажу еще, в подкасте обсуждали, то ли я просто где-то видел, была новость о том, что в космосе, по крайней мере, вот вокруг Земли уже так много мусора, что практически уже ракету негде запустить, что так много земного мусора выкидывают в космос, что реально уже прям вот все замусорено, вот от Земли чуть-чуть отлетело, и там уже просто мешки плывут рассортированного мусора. Ты имеешь в виду, вот просто сигарету кинул, а она там взлетела. Вот да. И, ну все, конец. Мне тогда грустно стало. Что уже практически не вылетит с Земли, потому что уже просто там засрано все контейнерами с радиоактивным дерьмом и прочим мусором, который именно в космос почему-то вывозят. Но это, кстати, достаточно, скажем так, антиутопия такая рисуется. То есть, возможно, когда-то это просто будет прям выглядеть очень эпично так. Эпично в плохом, причем. Как знаешь, идешь, да, и в каком-нибудь болоте, болото, оно уже не из-за тина, из-за того, что пластмассовые бутылки. Кандиллаки тина или какой? Естественно. Да. Так что вот, да. Ладно, окей, короче, я тебя понял. МЛО есть, все есть, погнали. Последняя тема моя, и потом ты уже прям хренанешь. Да, да. Короче, про этику роботов. Ну, достаточно смешная тема. Эмиль 02 предлагает. Интересно, Эмиль 02, он из милиции или нет? Просто 02 как бы. Я боюсь, как бы, не оступиться. Он Емил, это Electronic Militia. Электронная милиция 02. 02. О, нифига себе. Короче, он предлагает, так как он электронная милиция 02, он предлагает тему про секс роботов. Изучаем этику секс роботов по голливудским фильмам. О, ес. Ну, тема такая, на самом деле, тупорылая достаточно. Не в плане того, что Эмиль, который предложил чем-то там, плохо сделал, что он предложил, а в плане того, что, ну, типа, обсуждали, как обычно, британские ученые, как обычно, обсуждали в Лондоне. С 19 на 20 заседание. Не чтобы обсуждать что-то умное, они обсуждали вот эту хреновину. Секс робот, значит. Как поступать? Отношения к секс роботам. Не чтобы, вот они уже не знают, какое отношение к кому обсуждать. Видимо, уже отношения к женщинам все обсудили, что надо молиться на них. Вот. А теперь надо молиться, видимо, на роботов, короче. И, значит, самое главное, что? Самое главное, что? Какой темой вообще, вот, в принципе, затрагивается? Что затрагивается? Здесь написано, что, типа, короче, много о фильмах. Мы можем узнать из фильмов, короче, отношения к роботам, как к секс- каким-то объектам, да? Но можно и в книгах прочитать, типа, до хрена страниц об этом. Очень много, вообще до хренища просто. И фантастики, каких-то трудов научатся. Но в фильмах самое прикольное, поэтому, видимо, по фильмам пройдемся, хрен его знает. И, собственно, с комментариями чувака, который, видимо, занимается этой темой, который, видимо, был там на конгрессе, короче. Вот фильм, например, сразу начнем, сразу. Абзац так называется. Должны ли роботы иметь возможность защититься от нас? Здесь не столько про секс, сколько про то, что, короче, роботы, если они будут все больше и больше похожи на человека, что мы, в принципе, чего мы добиваемся, мы, кроме Илона Маска, все остальные добиваются именно этого, чтобы роботы были просто идентичны с человеком. Короче, в чем минус? Человек же, он, в принципе, когда покушаются на его жизнь, он как бы против этого. Ну, в принципе-то, ну, нормальный, адекватный человек. Не сильно рад. Также и робот, если ты его начнешь отключать, будучи таким, знаешь, очень очеловеченным, он может начать просто сопротивляться, а причем силушки то у робота может быть больше, чем у человека, если ты понимаешь, о чем я. Вот, соответственно, если начнешь просто его там гасить, просто выключить его, в спящий режим перевести, то он может начать протестовать просто и начать тебя бить железной рукой по лбу. Поэтому... Даже по голове. Да, да. Вот. Используя запрещенные приемы. Поэтому это уже говно. У нас есть некоторые примеры там из игры на Нинтендо, короче, был пример, что там реально какой-то, видимо, тамагочи, но там, где вместо тамагочи конкретно, типа, девушка, выступает девушка, она прям сильно требовательная была. Оу-е. Да, и тебе нужно прям... То есть как реальная практически. Да. Так как практически. Такая же реальная. Вот прям она тебя заставляла, короче, в людных местах, как-то там, я не знаю, это или в игре в людных местах, или в реальности в людных местах, заставляла тебя прям признаваться в любви, короче, иначе она прям очень сильно там, короче, на тебя сердилась. В общем, прям жуть. И такая же жуть может случиться с настоящими роботами, да. Следующий абзац. Стоит ли стыдиться любви к роботу? Здесь пример приводится про Би-Би-8 из «Звездных войн». Про то, что вот, типа, короче, Би-Би-8, он типа такой классный, он сам любит всех людей, и его все любят. Прям есть сцена, где под Эмерон его обнимает, типа, за то, что они так классно, короче, там все сделали в «Последнем джедае». Вот. Тоже затрагивается, нужно ли... Подожди, тут именно написано, что в «Пробуждении...» Хотя нет, да, я просто и помню в «Последнем джедае», что он тоже его обнимал, поэтому «Би-Би-8, дружище!» Да-да-да-да. Там вот такое было. Вот, да. Ты сейчас идеальный такой голос для диснеевского фильма сделал. Можно любое... «Аладдин, дружище!» подставлять и будет... Да, там «Абу» именно, потому что... «Абу», да. Да-да-да, «Абу», да. «Абу, дружище!» Вот. Согласен, согласен. Короче говоря, опять же, обсуждался этот вопрос. Вообще как? Типа, надо ли проявлять уважение, типа, любовь к нему? Вот. Следующий, в принципе, вытекающий из этого пункт, раз мы уже про любовь начали, должны ли роботы иметь пол? Должны ли роботы иметь пол? Например, то есть, если робот выглядит как девушка, то есть у него есть талия, там, она разговаривает как робот, или оно разговаривает как робот. Как робот. Как женщина. Как женщина. Да как робот какая-то. Вот. То должны ли мы как-то олицетворять как женский пол, например? Вопрос. Там еще был какой-то тупой вопрос, типа, кому нужен робот-транссексуал, чтобы он мог и то, и другое, то есть. Ну, короче, в общем, чуваки упарывались, обсуждали такие темы, например. Потом была тема, стоит ли беспокоиться, что роботы станут главными. Ну, это Илон Маск не может никак спать. Здесь тоже, здесь, собственно, да, здесь, собственно, это и написано, что, типа, роботы, они могут стать главными, только из-за, вот, своей силы, из-за того, что они могут очень легко притворяться, то есть, врать. Они могут очень хорошо врать. Из-за этого, ну, память нескончаемая, там, досвидос. Как у человека, который там запомнил, что он сначала поехал, типа, на рыбалку, потом купил рыбу, потом принес ее, сказал, что был на рыбалке, на самом деле. А вообще-то пил в гараже с мужиками. Вот. Робот это легко соврет, ему даже, он даже и на рыбалку успеет съездить, еще и побухать с другими роботами, с роботихами. Короче. Или, возможно, с роботами-трансгендерами. Да, да, в гараже. Они там детали себе повыкручивают друг к другу. Короче, реальная тема про то, что роботы могут в какой-то момент делать все умнее, быстрее, лучше, сильнее, только потому, что у них возможности организма другие, они там не чувствуют боли, условно, там у них память хорошая и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Тоже обсуждался вопрос. Потом, короче, должны ли мы беспокоиться о том, какими будут секс-роботы. Это уже прям вплотную подошли. Вот. Вплотную прям подошли, что прям вот реально. То есть, секс-робот, он какой должен быть? Он должен быть как девушка, да, то есть, которую надо ходить там в ресторан водить, с ней танцевать, а потом только уже с ней ужинать. Вот. Но или же они должны быть просто суперпослушные, да, и как бы только и заниматься тем, что удовлетворяет тебя максимально, да, то есть, я не знаю, носить тебе газету, вот, в постель, например. Да, то есть, короче, вопрос, вопрос. Что? И я так и не понял, выводов особо никаких не было, они просто сидели, балдели, обсуждали, видимо. Они там, оу, е, возможно, сидели, такие, роботы, е. Вот, короче, ничего, ни к чему прикольному не пришли. Вот такая статья, мне хочется теперь, из-за того, что здесь, видишь, она немного такая открытая, с открытым финалом, хочется теперь спросить у наших слушателей, вообще, как вам, как вы относитесь к этой статье, как вы относитесь к секс-роботам, завели ли вы себе уже, или думаете, или подумываете. Вот, если заведете, то как назовете? Да, ответьте на эти вопросы сами, какими они должны быть, пол должны ли они иметь, если да, то какой? Да, 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 будете ли вы заводить трансгендеров специально? Короче, это все вопросы, которые нас интересуют, напишите в комментариях. Короче, переходим к ультимативной теме, к последней. Она прям, на самом деле, она и предложка, то есть, я вот, когда ее читал, я уже прям думал, что это я где-то нашел, но нет, это нам Андрей некий ее предложил, и предложил еще к прошлому выпуску, но в прошлом выпуске мы сказали, что, ну, нет, а в этом выпуске я все-таки постараюсь как-то сжато ее нам дать. Спасибо, ребята, за ваш подкаст, жду каждую неделю с нетерпением, продолжайте в том же духе, длинная, но в то же время очень интересная статья про проблемы нашего поколения миллениалс и способы их решения. Здесь, чтобы вы понимали, сама статья, она оформлена в форме какой-то тоже, простите за тавтологию, оформлена в форме. Короче, тут какой-то классный лендинг должен быть с анимациями, со всяким этим, но у меня ноутбук взорвется, если я сейчас буду все эти анимации вам показывать, смотреть, поэтому вот вам лайфхак. Ты слышишь меня, Никита, да? Да, конечно, конечно. Вдруг у меня еще и веб-скайп отвалился. Если к названию статьи в конце poor-millennials написать тире-print, то будет обычная нормальная версия, так сказать, для людей без 1080Ti, да. Так. Называется FML Fuck My Life Why Millenials Are Facing the Scarest Financial Future of Any Generation Since the Great Depression. У меня эпилепсия случилась, если честно, от сайта. Вот именно поэтому пропишите репринт в конце названия статьи и все. Хорошо, хорошо. Я бы даже сказал минус-принт, минус-минус-принт, как в консоли. Да-да-да, все сейчас сделаем, минус-минус-принт. Ой, я не то написал. Короче, Майкл Майкл Хоббс, автор Хаффинтон-Поста, причем какой-то один из топовых авторов, он написал статью, что вот миллениалы, наше поколение, они на самом деле в полотную сталкиваются с самым ужасным финансовым будущим со времен Великой Депрессии. И он говорит, я вот считаю себя тоже миллениал, мне хоть как бы и 35 лет, но я считаю, миллениалы это все, кто родились с 82-го года по 2004-й. И я, говорит, вот вообще мысль такая, мне, говорит, хреново жить вообще, аренда за мою квартиру больше, говорит, около половины моего дохода на самом деле. У меня, говорит, не было нормальной работы с тех пор, как Плутон еще был планетой. И моя вообще, мои накопления уменьшаются так же быстро, как эти, ледники тают, особенно с тех пор, как бэби-бумеры, а он здесь будет говорить именно про поколение бэби-бумеров, это типа наши родители, которые в конце 50-х, в начале 60-х родились, вот, говорит, они растопили ледники, и мы вот еще быстрее тают мои накопления. И он говорит, на самом деле, вот все говорят про статистику, что все миллениалы живут со своими родителями или с руммейтами, то есть, ну, они не строят семьи, они задерживают все отношения там с женитьбами, с заведением детей, чем любое другое поколение, то есть, никто так долго не тянул с женитьбой, как мы миллениалы. И, говорит, вообще, если слушать всех, так сказать, взрослых, то все наши проблемы, это наша же и вина, что мы, говорит, не там выучились, мы тратим деньги на те вещи, которые нам нахрен не нужны, мы все еще не научились программировать, а еще здесь он несколько интересных статей приводит, что типа миллениалы не едят хлопья, например, и если перейти по ссылке там на GQ статья, я ее прочитал тоже, о том, что вот есть расхожее мнение, что типа миллениалы не жрут хлопья по утрам, потому что им лень мыть после этого, что вот тарелку долго мыть, отскабливать от хлопьев, особенно если ты ее сразу не помыл по Илюхе, оно засохло потом, и это не, но это в принципе мне кажется даже не только миллениалы, хоть кому лень. Ну вот другие люди, у них типа вот другие люди, предыдущие поколения у них типа был ритуал, утром встать на час раньше, насвистывать в пижаме в колпачке ночном типа сделать себе хлопья, заварить чайку, кофейку, там спокойненько посидеть и спокойно потом пойти на работу. Вот, ну, говорит, вообще в этой статье они решили в итоге, что просто миллениалы не жрут хлопья, потому что это долго, то есть проблема времени стала, даже не то, что им лень мыть, а просто это долго, это нам надо насыпать, что-то заливать, потом убирать, ну да, потом опять же мыть, это намного дольше, чем просто взять готовый бургер, сожрать его и выкинуть в мусорку упаковку, все. То же самое миллениалы типа убили салфеточный бизнес, вот классические квадратные салфетки, миллениалы их не покупают, вот ты покупаешь Никита себе домой квадратные салфетки? У меня, не поверишь, стоит такая хреновина на столе прям, квадратные салфетки, и на работе такая же. Ну видишь, ты крутой, а вот у меня в основном все эти салфетки я из Макдональдса забираю, какие остаются, и у меня дома пак маковских салфеток, уже больше, я думаю, чем у тебя покупают. Они все равно же квадратные, понимаешь? Ну да, согласен, но я их не покупаю. И в чем суть? В том, что миллениалы теперь все покупают бумажные полотенца, что бумажные полотенца, они плотнее, и типа это выгоднее покупать бумажные полотенца, потому что ими можно и руки вытереть, и, например, жир со сковородки стереть, потому что они плотные, и стол протереть этим, и вообще. Я сразу вспоминаю, была серия в Симпсонах, когда-то там 100 сезонов назад, что бумажные полотенца это типа классно. И там Мардж, она насмотрелась рекламу бумажных полотенц, накупила их до хрена, и потом внезапно там кто-то тонул, а они настолько типа плотные и впитывающие, что она просто там пару рулонов в озеро кинула и осушила все озеро нахрен этими бумажными полотенцами. Что типа бумажные полотенца это классно. Но вообще тут в чем суть? Что типа вот классически, говорит, принято считать, что поколение миллениалов супер ленивое, тупое и вообще говно. Но, говорит, это, говорит, все пишут те люди, которые нас же и испортили. И он сейчас не имеет в виду, что хреново воспитали, а в том смысле, что экономика типа теперь говно. И он на самом деле приводит сухие цифры. Например, говорит, если пересчитать на старые доллары, то вот сейчас обучение и студенческие долги, вот после того, как ты заканчиваешь колледж какой-нибудь или университи, не дай бог, в 300% больше, чем у наших родителей. То есть из-за инфляции, ну там будут дальше конкретные прям цифры, сколько раньше стоило обучение, сколько сейчас, и сколько надо было для этого работать, чтобы покрыть обучение. Мы, говорит, в половину сейчас возможность наша купить собственное жилье в два раза меньше, чем в 1975 году было. Просто в среднем. Один из пятерых миллениалов просто живет в нищете конкретно. И, говорит, если смотреть на нынешние тренды, то до 75 у многих людей просто не будет возможности выйти на пенсию. Это, то есть, сухая статистика о том, что именно жопа в экономике все происходит. Здесь он разбил это на главы. И вообще он говорит, типа, вот, все говорят, вот, типа, что все проблемы миллениалов, то, что они живут там с родителями, и единственная их проблема, это не то, что там им не хватает на квадрокоптер или там на покемон гоу, а просто, говорит, нету определенности. И, говорит, раньше вот, мне, типа, батя сейчас троллит, вот, какого хрена в твоем возрасте я уже дом в Сиэтле купил. И он, ну, и он вот сейчас будет рассчитывать, что сколько раньше стоили дома и сколько сейчас, это две большие разницы. Вот, говорит, в большинстве сейчас есть классические люди, типа, там, Скотт, например, он приходит устраиваться на работу на 11-долларовую в час работу. А мы с тобой помним, это не очень много на самом-то деле, мы, моя толчки на Аляске, зарабатывали почти 10. А здесь он именно заканчивает бакалавриат по экономике и идет и устраивается на работу 11 долларов в час в банке. Ну, то есть, это, в принципе, работа практически без образования доступная. Ну, как бы, за такие бабки вообще американцы получают больше намного. Так вот, тут он пишет, что нет. Что вот, ты реально закончил образование и тебе дают 11 долларов в час и еще, говорит, на нее тебя принимают 10 лет 10 чуваков в костюмах, HR, и тебя просто жестко троллят и никогда не возьмут, потому что объективно у тебя нет опыта. Ну, и тут, короче, аналогия того, что 10 лет опыта на свифте надо, короче говоря, сейчас. Хотя он вышел как бы 3 года назад. Слушай, ну, как-то не очень верится на самом деле. Обычно, ну, ну, ладно, вот он прям пишет. Вот, условный Скотт в 2010-м выпустился и у него 30 тысяч долг за колледж. А он, говорит, и 3 раза попробовал найти работу, нихрена не получилось, в результате устроился водителем автобуса за 22 доллара в час. А по специальности он бы устроился за 11. Что, типа, сейчас дерьмовые работы оплачиваются намного больше, чем вот такие, типа, классические клерковские работы и так далее. Ну, ты знаешь, мне давно еще это говорили, что, типа, чувак, если научишься делать какую-нибудь работу, типа, знаешь, токаря, то ты будешь зарабатывать намного больше, чем все остальные люди, в принципе. Ну, да, сейчас токарь шестого разряда тоже может 50 или 60 зарабатывать, но просто в чем суть? В том, что токарей шестого разряда, их надо там всего два на цех, и это все еще те чуваки, которым уже как бы 70, но хрен они свое место уступят. То есть, я думаю, скоро отойдут. Понятно, их сильно много и не надо, но я думаю, чтобы их уровень поддерживать, надо прям реально быть крутым токарем, поэтому это, конечно, такое. Ну, и с учетом того, что скоро роботы уже будут токарить, как бы нахрен будет это все не надо. Я не сильно уверен, конечно, в этом, но допустим, да. Ну вот, в общем, вот даже, говорит, он работает уже год за 22 доллара, это, говорит, больше, чем он когда-либо зарабатывал, но он все равно живет дома, чуть-чуть там по паре сотен откладывает, чтобы матери помочь, типа, за аренду квартиры отдать денег. Он, конечно, мог бы попробовать еще на банковскую работу пойти, но через 8 лет, говорит, уже у него устарело супер, так скажем, образование, он уже нихрена не знает, у него нет никакого опыта, у него уже 5 цифр, 5 типа, а, он может пойти в магистратуру, чтобы продолжить обучение, но тогда он еще 5 нулей себе к долгу добавит, а он только в возрасте чуть-чуть за 30 сможет зарабатывать столько, что будет хотя бы зарабатывать столько, сколько, короче, водитель автобуса, а это типа работа по специальности, и непонятно, нахрена вообще получать образование, если ты потом 20 лет за него будешь отрабатывать, грубо говоря, и еще и на такой работе, что мог бы получать больше каким-нибудь вот обычным рабочим, и это, говорит, как бы даже не, вопрос-то суть в том, что современная экономика такая, что проблема просто, что мы, это, нам 18 лет не в то время, короче, исполнилось, вот у него какая-то, что типа, вот в 2018, мы нормальный, говорит, бы устроились, а вот уже в 2012 нет, и наоборот, как бы в разных работах по-разному, то есть, как бы это наплывами все идет демографически, в какой-то момент вообще нету банковских работников и нанимают более или менее каждого, а в какой-то момент, типа, уже вот нахрен они не нужны и так далее, и он говорит, что сейчас вот такая рецессия, она практически во всем, ну здесь есть у него график о том, что типа, поначалу, вот просто, если ты в 2007 выпустился, у тебя по умолчанию на 10 тысяч долларов в год в среднем больше зарплата, просто потому, что тогда более нужные были чуваки, ну вот ты можешь посмотреть, то есть он тут это приводит, он приводит, откуда у него эти данные, то есть он прям вот типа не с потолка это берет, и самое главное, что вот с 2010 года, типа в экономике добавилось 11,6 миллионов работ, 11,5 из них на самом деле обязательно образование, но говорит типа, он больше сейчас будет говорить о том, что почти все работы сейчас на самом деле контрактные, то есть вот раньше, говорит, в Америке беспокоились о том, что вот это там работник, там такой-то там лимитит, бла-бла-бла, а сейчас, говорит, почти все на подрядчиках, но это и в России также, то есть вот, например, у меня батя, их завод относился к РЖД, они были железнодорожниками, это было почетно, были бесплатные билеты и так далее, а сейчас у них завод, это дочка РЖД, там Жилдор Римаш какой-то там, и у них нету теперь никаких этих льгот, и вот в этот Жилдор Римаш уже их как бы перешли, у них и стаж прервался, и вообще все, и типа они теперь ни хрена не железнодорожники, просто наемные работники какой-то там частной компании. Я думал наемные убийцы. Вот да, и это частные компании, они еще и за них ни хрена не держатся. То есть если какая-то крупная компания с большой историей, они типа держались за кадры там изначально и так далее, то теперь типа даже вот раньше там были уборщики там, я не знаю, в поликлинике, а теперь, или там в университете, раньше уборщики были устроены прямо в университете, за них держались там и так далее, а теперь их всех перевели в клининговые компании, а эти клининговые компании уже людей меняют как перчатки, потому что там уже незаменимых людей, что называется, не бывает. И вот он на полном серьезе говорит о том же самом, что сейчас все работы контрактные, и в них ни в какие почти не входят ни страховки, вообще ни хрена в них не входит, и как бы вот это прям реальная проблема. И вот он тут говорит о том, что вот в 73-76 надо было работать 306 часов, чтобы оплатить колледж себе, а сейчас нужно работать четыре с половиной тысячи часов, чтобы оплатить колледж. То есть в среднем получается... Раз в 10. Ну да, больше, больше, чем в 10 раз это. Хотя, говорит, всего-то 30 лет, типа, прошло, и вот он здесь и говорит, что раньше работали там в отелях, а теперь это всякие Лондри Инкорпорейтед, Рент Эгвард Инкорпорейтед и так далее. То есть это все мелкие фирмы-подрядчики, куда устраивают практически вот так, что ты постоянно можешь вылететь и за людей абсолютно не держатся. И это еще сделано с целью понизить зарплаты, потому что когда ты работаешь в крупной компании, так скажем, с полным соцпакетом, у тебя и зарплата нормальная, ну как бы, типа другое качество работы вообще. А тут тебе сразу с 15 долларов в час до 10 долларов в час понижаются. Если тебе это не нравится, ты просто вылетаешь и все. Ну и тут он опять же конкретно рассказывает реальные истории из жизни таких людей. Рассказывает о том, что когда пришли Uber, тоже обесценился труд абсолютно, что каждый смог зайти, начать работать, и в итоге все это всюду вылетели и вообще. И это, говорит, с учетом того, что даже вот теперь добавили всяческое лицензирование. То есть вот, говорит, в 50-е нахрен не надо было лицензию на то, что ты там наливаешь напитки или стрижешь волосы. А теперь, говорит, на все надо лицензии, а каждый из них тоже там 20 тысяч долларов или там 2100 часов бесплатно надо проработать там и так далее. Так, ты имеешь в виду самому не открыть ничего сразу вот так просто? Даже не то, что не открыть, а наемным работникам, чтобы пойти. Ну вот у нас сейчас, чтобы ты понимал, вот пойти в охранники, в частное охранное предприятие, если ты будешь именно топовым охранником со стволом, у тебя должна быть лицензия охранника. А на нее еще хрен сдашь, и там еще жесткие профосмотры. То есть там прям в зубки тебя смотрят. Если ты хоть чуть-чуть тупой, слепой или глухой, то тебе ее не дадут. А зарплата в два раза больше у лицензированного охранника по сравнению с нелицензированным. Он даже уже не охранник, а сторож просто называется и все. У него там тупо дубинка или даже ничего. А вот лицензионные охранники, да, они зашибают, но там уже хрен попадешь. Там прям реально жесткий профосмотр пройти. И вот в Америке типа на все становится так. Почти везде нужна лицензия, а на нее надо опять же учиться, и это 20 тысяч долларов, и практику где-то нарабатывать. Потому что опять же, если ты без практики, то у тебя лицензия не подтверждена тем, что ты там еще два месяца отработал по этой специальности и так далее. Ну, в общем, и тут опять же реальная история о том, что нужно там докторам пройти интернатуру в больницах, а никакие больницы не хотят брать на интернатуру, потому что нахрена им неквалифицированные работники. Ну, и как бы вот было круто, когда еще там в 70-е нас, а в Америке тоже это было, что устраивали на работы. Ты заканчивал образование, и тебя направляли куда-то, как в Советском Союзе примерно. И вот это, говорит, было классно, потому что тебя направили, ты спокойно 300 часов отработал, погасил свой долг, и еще там через пару лет купил себе дом уже. Просто потому, что как бы вот все было нормально. Это все первая глава была про работу. Вторая глава про общую безопасность. Тут он говорит о том, что сейчас именно такой, он пытается это объяснить, что, короче говоря, грань между бедностью и небедностью очень легко стирается. Вот, говорит, я работал. Вот у меня, говорит, по трудовому контракту три дня я могу, типа, это, не взять отгулов. И вот, говорит, у меня сестра попала в аварию, мне надо было взять отгул по поводу того, что, типа, ну, блин, она реально попала в аварию, у нее там рука, открытый перелом, да, свидос. Я, говорит, беру отгул, ее отвожу в больницу, мне звонят, говорят, вы уволены. Потому что, оказывается, я, говорит, уже брал два отгула, первый раз, говорит, реально у меня была простуда 39, я не мог встать, пришлось взять отгул. Второе, говорит, просто какая-то инфекция была. И все, говорит, меня уволили, и теперь в эту компанию меня не возьмут, и вообще досвидос. И пока я не найду новую работу, я буду ее долго искать, я влезу в супердолги. И вообще, говорит, теперь Габриэль работает в тако. Ну, тут опять же про реального человека какого-то, что, типа, вот случайно из-за перелома вся жизнь полностью у чувака разрушилась, он подает тако, живет в трейлере с матерью, его, говорит, в основном весь пейчек уходит тупо на бензин и на продукты, потому что весь мамин пейчек уходит тупо на лекарства. И, типа, все, от того, что ты один раз оступился, у тебя вся жизнь под откос максимально улетела, потому что никаких неких то накоплений не накопил, только долги все копят, так сказать, по жизни, вот все эти там университетские и так далее. Никто не учится просто, как у нас, на бюджет там 100 штук в год платишь и закончил. Там цены совершенно другие, там, типа, 30 тысяч долларов за 4 года и да. Ну и здесь опять же говорит о пенсиях. Вот, говорит, у наших родителей 6% отчислений в фонд возвращалось им потом как пенсия, а у нас, говорит, только 3% отчислений в пенсионный фонд возвращается как пенсия. Вот есть вот этот 401k план. Я посмотрел прямо в Википедии, что это такое, и это именно у них пенсионная система, и она у них хуже и хуже все с годом. То есть ты отчисляешь больше денег в 2 раза, а тебе возвращается столько же, сколько и твоим родителям условно. Ну просто потому, что раньше на одного пенсионера было 5 рабочих людей, а теперь там на одного пенсионера 2 рабочих человека. Просто все больше и больше пенсионеров. Медицина-то растет, люди живут дольше, и все тяжелее в пенсионной системе обеспечивать то большое количество пенсионеров, которое есть. Поэтому, говорит, это все плохо. Ну и, короче говоря, он просто рассказывает о том, что вот очень, вот эта тонкая грань между тем, что вроде у тебя все нормально, и хоп, и ты на дне сразу автоматически, потому что вот да. Ну здесь также про страховки, о том, что типа 4 из 5-х в 80-е были с медицинской со страховкой, а сейчас, говорит, почти ни у кого на работе она не встроена, потому что все контрактники. А у кого, говорит, встроенная, все равно надо 800, так, здесь написано, 388 долларов в месяц платить хотя бы за одну базовую страховку, которой ты можешь даже никогда и не воспользуешься. И это при том, что у тебя все равно есть лимит 5 тысяч долларов там и так далее. Ну, короче, жесть, просто тут реально всякая хрень написана. И, ну, опять же, какая-то баба-адвокат пишет, что самое сейчас популярное, так сказать, дело, это то, что люди себя банкротами обвиняют. Вот это сейчас самое популярное, чем занимаются адвокаты в Америке, потому что как бы прям вот очень жестко это все. Плюс здесь дальше будут говорить о том, что вот только все говорят о равенстве, а вот тут график конкретно бедности среди черных. То есть как бы среди черных богатых людей практически ноль. У белых людей в 86 раз, они, в среднем белые люди в 86 раз богаче, чем любые цветные. И, говорит, типа, для, короче говоря, каждый доллар, который зарабатывает средний класс белый человек, им зарабатывает 5 долларов. Ну, короче говоря, в 5 долларов в 5 раз больше у них получается, а у черных за каждый доллар 69 центов они получают. То есть они работают больше, чем они получают и как бы тренд только ухудшается. Вот. Ну, говорить о том, что, опять же, у них там нет ни профсоюзов ни хрена, в общем, ну, полная жесть. Третья глава «Похороните свои шансы позволить себе дом». Типа, что раньше дома, говорят, вот, ну, я не буду сейчас все подробности читать, почитайте статью, кому это интересно, она прям вот классная, я прям прочитал, просто охренел. Реально, я прям вот, мне захотелось еще прям супер проверить каждую новость это все. Ну, то есть он везде здесь приводит ссылки, типа, вот доказательство, вот то-то-то-то-то, и мне прям, я по многим перешел, и реально, там, всякие исследования такого-то, этого, там, и так далее. Короче говоря, ну, тут опять же, про чувака, который там 17 долларов в час получает, у него 1100 стоит квартира только, ну, кстати, вспомни, мы в колледже ИНИ, в котором снимали, мы примерно за 1100 и снимали, я не шучу, просто мы это пилили на пятерых, а тут, как бы, да. И вот, типа, у меня батя за 124 тысячи долларов купил дом, это с учетом, что он зарабатывал 76 тысяч в год, сейчас, говорит, дом стоит 730 тысяч долларов, то есть в 6 раз нахрен больше, и, говорит, он, за 20 месяцев просто зарабатывает, а я, говорит, заработаю только за 10 лет. Ну, он здесь объясняет, почему так стало, что, типа, все хотят работать, жить около работы, а жилье около работы стало дорогое из-за того, что придумали систему зонирования, а на самом деле систему зонирования придумали для того, чтобы, ну, не строить жилье в каких-то центральных районах, для того, чтобы там черные не селились, на самом деле, типа, это все расизм, и чтобы, типа, гетто образовать, придумали эту систему зонирования, Но из-за этого и самые белые люди тоже, кто не может себе позволить, тоже живут в нищете из-за этого. То есть тут прям, почитайте, тут жесть. Я вообще не знал, что это все есть. И поэтому в условных Сан-Франциско аренда 100 раз дороже. Из-за этого, говорит, во всей Америке такая ситуация, что либо ты переезжаешь в какой-то крутой столичный город, но ты до хрена все равно 80% платишь за аренду квартиры. Но даже своего большого заработка, но этих 20% оставшихся тебе все равно хватает худо-бедно как-то за 40-30 лет все это закрыть и что-то как-то обустроиться. Либо ты так в жопе и остаешься в каком-нибудь провинциальном городе, отдаешь за аренду квартиры 30% или 50%, но оставшихся 50% или 70% тебе все равно ни хрена ни на что не хватает. В общем, почитайте, это прям вот, это жестко, особенно с учетом того, что здесь есть еще четвертая статья о том, что... А, собственно, четвертая как раз глава, это вот про то, что переезжать. Ну и вообще тут... Короче, да, почитайте. Я понял, это крутая статья. Не знаю, да, о чем еще успеть тут сказать, все равно мы уже 2 часа 22 минуты базарим. И надо заканчивать. Но вот это прям вот, да, основные все, так сказать, темы я сказал. Для меня многие были прям вот неожиданностью абсолютно, да, да. Ну, что, будем прощаться, у нас тут обойка. Окей, давай. Сейчас я обойку открою. А то я, как обычно, не подготовленный, не открыл, не нажал. Сейчас, может быть, я буду ее грузить еще полчаса, поэтому мог бы пока рассказывать. Надо бы, знаешь, сказать обойка, а я пока расскажу, короче, всю тему. Ну, блин. Это реально долгое. Короче, на обойке мы видим знак, видимо, очевидно, из Америки. Нереально по 503 Unsplash не грузится, я не знаю. Да? Да. Ну, давай я тебе просто скрин в телегу скину и все, это будет быстрее. Я надеюсь, телега у тебя по 503 не отвалится. Нет, телега у меня открытая, нормально. Все, я, походу, загрузил. Да, да, да. Короче, короче. Давай, рассказывай, видим. Нет, ты рассказывай, ты же первый сюда говоришь. А, ну, видим вывеску, да, классическую, американскую, с трубками. Now brewing. Now brewing. И тут надо сказать, что вот наш подкаст, наш подкаст, это, возможно, то, что находится за дверью, как бы, мне кажется, это где-то на двери или около двери, в любом случае написано. Вот. И он, как бы, за дверью. И, как бы, все, вышли. Вышел новый подкаст в новом году и now brewing. Все, как бы. Надо заходить, короче. Ну, да. Я вот думал, что это прямо вот в процессе приготовления. Мы вот сейчас наш подкаст, мы его варим, как певище. Оно у нас прям парной подкаст выходит как раз для патронов наших. Они его прям парной во вторник прильнули к нему губами, к рынке с подкастом. В среду уже такой, уже бутылированный обычный подкаст для всех остальных работяг. Он от этого не менее классный, но парной подкаст, он прям вот с пылу, с жару только приготовленный. Ну, это, конечно, да. Нужная температура, еще не остуженная, еще вот прям такой классный. Поэтому подписывайтесь на нас везде, вконтакте, в твиттере, в инстаграме, в гугл плюсе, в телеграме, на канал, на группу подписывайтесь. В ютюбе ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы вам приходили уведомления. В айтюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы и пишите нам на worksobaka.ru, заказывайте у нас рекламу. Увидимся уже через неделю, всем пока. Пока. Так, запись идет, дорога пишется, в принципе, можно начинать говно. Давай.